Прощание с Родиной Из Одессы я попал в Ростов, потом в Екатеринослав и Харьков. Меня возили то Леонидов и Варягин, то Галантер и Гроссбаум, то сама Марья Николаевна. Иногда я шел в какой-нибудь театр-миниатюр на гастроли и пел в его программе отдельным номером. Иногда давал сольные концерты в костюме Пьеро, а впоследствии во фраке. Да и публике любопытно было посмотреть, как же я выгляжу без грима. Весь 17-й, почти весь 18-й год я ездил по России. Ноты, рассыпанные Андрожиевским по всей стране, делали мне большую предварительную рекламу. Я побывал и на Кавказе, и в Крыму, и во многих городах. Отношение ко мне публики было самое лучшее. Между тем, контрреволюция поднимала голову. Формировалась Белая армия. Офицерство бежало на Дон к Каледину, в Ростов к Деникину и так далее. В Киеве сидел Гетман Скоропадский. В Москве все труднее становилось жить. Марья Николаевна стала подумывать о том, чтобы закрыть театр и куда-нибудь уехать. Ее выбор остановился на Киеве. Везти туда весь театр, то есть всю труппу, было рисковано. Там и без нее много разных театральных дел. Кроме всего, в Киеве были немцы. И туда из Германии наезжали всякие гастролеры. Гораздо проще взять одного меня и со мной работать, что она и сделала. Советская власть никого не удерживала, и мы решили направиться в Киев. Уложив свои личные вещи, подарки, серебряные венки, ленты с золотыми надписями и прочее в легкий парусиновый сундук, я, по совету Марьи Николаевны, оставил его на хранении какой-то даме, ее приятельнице, и покинул Москву. Думал ли я, что покидаю Москву на 25 лет? Киев был уже не тот, каким я его оставил в юности. Он до отказа был забит всякого рода публикой. Спекулянты, беженцы, дельцы и предприниматели всякого рода, аристократия, вывезшая с собой все, что можно было провести. Офицерство, опять нацепившие погоны, студенты и гимназисты, Синежупанники гетманских полков С кривыми саблями на боку, Отрастившие себе висячие усы И оселеццы, Немцы, приподнятых спереди и сзади фуражках С моноклями в левом глазу, Дамы сомнительной репутации, Актеры, Бывшие шансонетки, Жены, потерявшие мужей. Все это заполняло улицы, театры, магазины. Белый хлеб продавался запросто. Всего было полно, И после голодной Москвы Люди пьянели от счастья, Строя всевозможные планы. Мои гастроли начались в интимном театре На Крещатике против Фундуклеевской. Было сразу объявлено 10 концертов, И билеты моментально распроданы. Принимали хорошо, Но Киев не узнал меня, Возможно, потому, что публика была новая, Совсем чужая. Я побродил по знакомым с детства Улочкам и переулкам. Мой дом был тот же, Садик и террасы те же. Внешне все было как будто по-прежнему. Но все ли? Я навестил родных. Тетушка Марья Степановна была больна И уже лежала в кровати. Дядя Иларион Яковлевич постарел, А кузены Сережа и Алеша выросли, Возмужали и уже ходили в студенты. Большинство друзей и товарищей моей юности Уже не было в городе, И лишь двое или трое давних знакомых, Узнав о моем приезде, Пришли меня навестить. В перерывах между концертами я скучал, Не знал, куда себя деть. Душа жаждала встряски. И, как часто бывает, Встряхнуться пришлось совсем не так, как хотелось. Одновременно со мной в Киеве Гастролировал Павел Троицкий, Талантливый комик и куплетист, Который обычно имел у публики большой успех. Мы с ним были приятелями. Узнав, что он в городе, Я отправился к нему в гостиницу. Он мне очень обрадовался, Ибо бутылка водки, С которой до моего прихода Он делил свой досуг, Плохой собеседник. На мне были чудесные желтые Заграничные ботинки, Только что купленные, И Павел привязался. Давай пропьем твои ботинки. Я пробовал возражать. У меня, да и у него, Денег было сколько угодно. Платили тогда десятками тысяч. Зачем же пропивать ботинки? Но он был неумолим. Какой интерес Пес пить на деньги, Когда их полно? Я хочу пропить твои ботинки. Будь другом. Дай я их свезу на толкучку. Чокнувшись с ним раз, Другой, третий, Я почувствовал, Что идея Павла Начинает захватывать и меня. Смелая идея, Оригинальная. И вот Павел, Только накануне купивший мотоциклет, Еще не научившийся на нем ездить, Берет ботинки и катит на подол. Продает первому встречному. Через час возвращается. Рожа разбита в кровь, Налетел на столб, Но смотрит героем. Разжимает кулак, И на стол вываливаются Грязные мокрые рубли. Через три часа Без своих замечательных Заграничных ботинок Я ехал на извозчике В свою гостиницу. Распахнувший передо мной Дверь швейцар Изумленно взирал На мою обувку, Носки, Не самое лучшее средство, Предупреждающее простуду. Что же касается Павла, То прощаясь со мной, Обняв и расцеловав, Он сказал, Ты настоящий друг, И заплакал. И я тоже еле себя сдержал. Нет, ботинок было не жалко. Жалко было, Что еще одно мгновение жизни Кануло в прошлое. Из Киева я попал в Харьков. Жизнь в этом городе Билла Ключом. В особенности театральная. В городе был Прекрасный драматический театр Синельникова, Большого и умного режиссера, Воспитавшего целое поколение Блестящих актеров. В его трупе В это время были Виктор Петипа, Тарханов, Ходотов, Глаголин, Багров, Путята. Из женщин помню Тимме, Маршеву, Леонтович, Валерскую. Актеры были Один другого краши. На Сумской улице В доме номер 6 В подвале Помещался Дом артиста. Это было Веселое и шумное место. После спектаклей Туда собирались актеры Из всех театров. Зал был Хорошо оборудован. Впереди Довольно приличная И большая сцена. Все остальное место Занимали столы И ложи Со столами. Постоянной Программы не было, Кроме Нескольких Уже твердо Установившихся номеров, Остальные Экспромтного характера. И составлялись И придумывались Тут же на месте. Актеры Выдавливались Из публики И приглашались На сцену. Никто не смел Отказаться. Там На сцене Спешно Придумывались Номера. Кто пел, Кто читал, Кто танцевал, Кто разыгрывал Уморительные сцены. Помню, Как Почтенная Актриса Блюменталь Тамарина В костюме Укротительницы Львов Выводила На сцену Дрессированного Осла. Осла же Изображал Данильский Блестящий Опереточный Комик. Публика Буквально Помирала Сосмеху. Конферансье Было Три. Опереточные Артисты Греков И Данильский И молодой Актер Гриша Они То Менялись Быстрее Молнии, То Вдруг Влетали Все Трое Сразу. Их Реплики Были Отточены Как Шпаги И Разили Публику Не щадя Никого. Хохот Стоял Такой, Что Люди Не успевали Ни есть Ни пить. В конце Концов Буфетчик Заявил Нам Претензии. Буфет Плохо Торгует. Все Смеются, А ничего Не заказывает. Не успевает? Пришлось Подсократить Программу И сделать Антракты Подлиннее Для торговли. В это Кабаре Я попал Прямо С поезда, Только что Приехав Из Киева. Маленький Знакомый Мне по Киеву Суфлер Волынский Повел Меня в бар. Было Еще рано Часов Девять Вечера. На Высоком Табурете У стойки Сидела Молодая Красивая Женщина Познакомьтесь Сказал Он Валентина Санина На Меня Медленно Глянули Безмятежно Спокойные Огромные Голубые Глаза С длинными Ресницами И Узкая Редкой Красоты Рука С длинными Пальцами Протянулась Ко Мне Она Была Очень Эффектна Эта Женщина Ее Голова Была Точно В тяжелой Безмятежно Безмятежно Она Рассмеялась Бедненький Сказала Она Мне Вас Жаль И Давно Это С вами О да Уже Года Три Она Покачала Головой Лечиться Надо Чем Не Знаю Чем Нибудь В Монастырь Идите Может Это Поможет Еще Чего Удивился Я Пойдемте Лучше В зал Уже Начинается Программа Мы вышли из бара И сели за столик Так Началась История Моей болезни Придя Домой Я записал Надо Жить Потише Повнимательней Перечитывая Книгу Вновь И вновь И поплакать Тоже Обязательно Над страницей Где написана Любовь Садясь За книгу Я был Решил Опускать Те страницы Воспоминаний Которые Связаны С моими Так называемыми Увлечениями Но Потом Подумал А не Будет ли Она В результате Подобных Изъятий Скушна Суховато И Не подумает Ли читатель Что я Несчастный Был Лишен Некоторых Вполне Симпатичных Человеческих Слабостей Нет Я бы Не хотел Чтобы читатель Так плохо Обо мне Думал Поэтому Признаюсь Много Пудов Соли Скормили Мне По чайной Ложечке Столь Нежно Вспоминаемые Мною Женщины Много Мук Крови И слез Слез Стоили Мне Они Но Без Женщин Жизнь Моя Была Бы Пресна И Без Вкусна Как Гороховый Кисель Я Пел Концерты И Ухаживал За Валентины Свободный От Концертов Вечера Ходил В ее Театр Смотреть Как Она Играет Хотя Роли У нее Были Маленькие Еще Молоды Пусть Поучатся Говорил Николай Николаевич Синельников О Молодых Актерах И Актрисах И Валентина Училась Работала Пробуя Свои Силы Главным Образом На Мне Я Был Для нее Чем-то Вроде Подопытного Кролика Она Была То Резка Со Мною То Очень Ласково И После Дикой Ссоры Вдруг Сама Приходила Ко Мне В Астраханку Просить Прощения С Чего Это Вы Подозрительно Осведомлялся Я Такую Кротость На Себя Напустили Она Делала Мученическое Лицо Низко По-монашески Кланялась Пояс И Говорила Сегодня Прощенное Воскресенье Надо Просить У всех Прощения Простите Христа Ради Если Чем Обидела И Хохотала Как Сумасшедшее Бог Простит Матушка Говорил Я Это Она Играла Для Практики Иногда Для Практики Она Начинала Что-нибудь Мне Рассказывать Притом Говорила Взволнованным Можно Даже Сказать Испуганным Голосом Вы Знаете Вертиша Со Мной Сегодня Был Такой Ужас Такой Ужас Я Сижу На Бульваре На Скамейке И Смотрю На Клумбу Рос Помните Ее Против Нашего Театра Ну Вот Сижу Учу Роль И Вдруг Тут Зрачки Ее Расширяются Руки Вжимаются В грудь Она Дрожит Будто До сих Пор Не Может Успокоиться Вдруг Чувствую Что На Меня Опускается Какая-то Огромная Черная Тень Вы Понимаете Страшная Зловещая Тень И Я Ощущаю Что Это Что-то Неизбежное И Роковое Понимаете Я Хочу Вскочить Убежать И Вся Холодею Не Могу Шевельнуть Ни рукой Ни ногой Меня Словно Приковало К скамейке Я Дико Вскрикиваю В ужасе Закрываю Лицо Руками И И Что же Это Было Насмерть Перепуганный Спрашиваю Я Это Был Это Был Каштановый Лист Фу Слава Богу Я Вытираю Солба Холодный Пот Хорошо Что Не Балкон Валентина Окидывает Меня С Сожалеющим Взглядом Вы Удивительно Нечутки Говорит Она Холодно Отворачиваясь И Черт Знает Почему Вас Считает Поэтом И Певцом Женской Души Чурбан Какой-то Жил Жил Мы Под Гетманом По-моему Так Потому Что Петлюра Пришел Позже А может Это Уже Было Его Время Помню Только Что Верховодил В Харькове Какой-то Полковник Балапчан От Которого Все Зависело И Которому Бегали На Поклон Все Местные Спекулянты По-видимому Он Был Сговорчивый Человек Потому Что Дела Они Делали Хорошие Нас Актеров Он Не Трогал И Зато Спасибо Потом Он Куда-то Исчез Вместе Со Своими Подручными А Однажды Вечером В доме Артистов Появился Заросший Бородой Юрка Саблин Левый СР Оказалось Что Он Взял Харьков Именно Взял Как Берут Со стола Серебряную Ложку И прячут В карман Ибо Харькова По-моему Никто Не защищал Боев Никаких Не было Во всяком Случа Выстрелов Никто Не слышал А Болбачанцы Тихонько Удрали Еще С утра Юрка Саблин Наш Приятель По Москве Он Был Внуком Старика Федора Адамовича Корша И Вырос В нашей Актерской Среде Многие Из актеров Помнили Его Еще Ребенком Поэтому Встретили Мы Его Как Своего Он Был Преисполнен Важности И делал Загадочное Лицо Нам Во всяком Случае Он был Не страшен Его Отряд Вскоре Ушел Куда-то Дальше В городе Утвердилась Советская Власть Я же Двигался По своей Артистической Увы Совершенно Независимой От политики И вообще Неосознанной Орбите И Скоро Опять Оказался В Одессе По улицам Этого Прекрасного Приморского Города Мирно Расхаживали Какие-то Экзотические Африканские Войска Негры Алжирцы Марокканцы Привезенные Французами Окупантами Из жарких И далеких Стран Равнодушные Беззаботные Плохо Понимающие В чем дело Воевать Они не умели И не хотели Они ходили По магазинам Покупали Всякий Хлам И Гоготали Переговариваясь На гортанном Языке Зачем Их сюда Привезли Они и Сами Точно Не знали Испуганные Обыватели Устрашенные Их Маскарадным Видом Сначала Прятались Потом Вылезли На свет И убедившись Что они Совсем Не страшные И не кусаются Успокоились В Одессе Такой сумасшедший Майе Мае Шец И за Стакан Кофе Разоблачал Местных Богачей Каких-то Разбухших От денег Греков И евреев — Ловкие пронырливые нищие вскакивали на подножку вашего экипажа и услужливо сообщали очередные новости. На бульварах в садовых кафе подавали камбалу, только что пойманную. В собраниях молодые офицеры, просрочившие свой отпуск, пили крюшон из белого вина с земляникой. Все были полны уверенности в будущем. Чокались, поздравляли друг друга с грядущими победами, пили то за Москву, то за Орел, то без всякого повода. Потом стреляли из наганов в люстры. Из комендантского управления за ними приезжали нарядные и корректные офицеры и, деликатно уговаривая, увозили куда-то, вероятно, до Гауптвахту. Вот в это самое время у меня были гастроли в доме артистов. Внизу фешенебельное кабаре с Изой Кремер и Плевицкой, а вверху маленький игорный зал. Кабаре для привлечения публики, а центр тяжести находился в игорном зале. Я пел в очередь Сизой Кремер и Надежды Плевицкой, ежевечерней. Там же, при доме артистов, мне отвели комнату, так как гостиницы были переполнены. Однажды вечером, разгримировавшись после концерта, я лег спать. Часа в три ночи меня разбудил стук. Я встал, зажег свет и открыл дверь. На пороге стояли два затянутых, элегантных адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руки к козырьку. — Простите за беспокойство. Его превосходительство генерал Слащев просит вас пожаловать к нему в вагон, откушать бокал вина. — Господа, — взмолился я, — три часа ночи, я устал, я хочу отдохнуть. Возражения были напрасны. Адъютанты оказались любезны, но непреклонны. — Его превосходительство изъявил желание видеть вас, — настойчиво повторяли они. Сопротивление было бесполезно. Я встал, оделся и вышел. У ворот нас ждала штабная машина. Через десять минут мы были на вокзале. В огромном пульмановском вагоне, ярко освещенном, за столом сидело десять-двенадцать человек. Грязные тарелки, бутылки и цветы. Все уже было скомкано, смято, залито вином и разбросано по столу. Из-за стола быстро и шумно поднялась длинная статная фигура Слащева. Огромная рука протянулась ко мне. — Спасибо, что приехали. Я ваш большой поклонник. Вы поете о многом таком, что мучает нас всех. — Кокаину хотите? — Нет, благодарю вас. — Лида, налей Вертинскому. Ты же в него влюблена. Справа от него встал молодой офицер в Черкесске. — Познакомьтесь, — хрипло бросил Слащев. — Юнкер Ничвалодов. Это и была знаменитая Лида, его любовница, делившая с ним походную жизнь, участница всех сражений, дважды спасшая ему жизнь. Худая, стройная, с серыми сумасшедшими глазами, коротко остриженная, нервно курившая папиросу за папиросой. Я поздоровался. Только теперь, оглядевшись вокруг, я увидел, что посредине стола стояла большая круглая табакерка с кокаином, и что в руках у сидящих были маленькие гусиные перышки-зубочистки. Время от времени гости набирали в них белый порошок и нюхали, загоняя его то в одну, то в другую ноздрю. Привезшие меня адъютанты почтительно стояли в дверях. Я внимательно взглянул на Слащева. Меня поразило его лицо. Длинная, белая, смертельно-белая маска с ярко-вишневым припухшим ртом, серо-зеленые мутные глаза, зеленовато-черные гнилые зубы. Он был напудрен, пот стекал по его лбу мутными молочными струйками. Я выпил вина. «Спойте мне, милый, эту!» Он задумался. «О мальчиках. Я не знаю зачем». Его лицо стало на миг живым и грустным. «Вы угадали, Вертинский, действительно, кому это было нужно? Правда, Лида?» На меня глянули серые глаза. «Мы все помешаны на этой песне», — тихо сказала она. Я попытался отговориться. «У меня нет пианиста», — робко возражал я. «Глупости! Николай, возьми гитару. Ты же знаешь наизусть его песни. И притуши свет. Но сначала понюхаем». Он взял большую щепотку кокаина. Я запел. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне. Высокие свечи в бутылках озарили лицо Слащева, страшную гипсовую маску с мутными глазами. Он кусал губы и чуть-чуть раскачивался. Я кончил. «Вам не страшно?» — неожиданно спросил он. «Чего?» «Да вот, что все эти молодые жизни псу под хвост для какой-то сволочи, которая на чемоданах сидит». Я молчал. Он устал и повел плечами, потом налил стакан коньяку. «Выпьем, милый Вертинский, за родину. Хотите?» «Спасибо за песню. Я выпил. Он встал. Встали и гости». «Господа!» — сказал он, глядя куда-то в окно. «Мы все знаем и чувствуем это. Только не умеем сказать. А вот он умеет». Он положил руку на мое плечо. «А ведь с вашей песней, милый, мои мальчишки шли умирать. И еще неизвестно, нужно ли это было. Он прав». «Гости молчали». «Вы устали?» — тихо спросил Слащев. «Да, немного. Он сделал знак адъютантам. «Проводите, Александра Николаевича. Адъютанты подали мне пальто». «Не сердитесь», — улыбаясь, сказал он. «У меня так редко бывают минуты отдыха. Вы отсюда куда едете? В Севастополь». «Ну, увидимся. Прощайте». Слащев подал мне руку. Я вышел. Светало. На путях надрывно и жалостно, точно оплакивая кого-то, пронзительно свистел паровоз. Белые армии откатывались назад. Уже отдали Ростов, Новочеркасск, Таганрог. Шикарные штабные офицеры постепенно исчезали с горизонта. Оставались простые, серые, фронтовые офицеры, плохо одетые, усталые и растрепанные. Вместе с армией отступал и я со своими концертами. Последнее, что помню, была Ялта, пустая, продуваемая сквозным осенним ветром, брошенная временно населявшими ее спекулянтами. Концерты в Ялте я уже не давал, некому было их слушать. Несколько дней городом владел какой-то Орлов, не подчинявшийся приказам Белого командования. Потом его убрали, все затихло, ждали прихода Красных. Я уехал в Севастополь. Под неудержимым натиском Красной армии белые докатились до Перекопа. Крым был последним клочком русской земли, еще судорожно удерживаемым горстью усталых, измученных, упрямых людей, уже не веривших ни в своих вождей, ни в свою авантюру. Белая армия фактически перестала существовать. Были только разрозненные, кое-как собранные остатки. Генералы перессорились, не поделив воображаемой власти, часть из них уже удрала за границу, кто-то застрелился, кто-то перешел к Красным, кто-то исчез в неизвестном направлении. Но армия разлагалась и таяла на глазах у всех. Дезертиры с фронта, оборванные, грязные, исхудавшие, наивно переодетые в случайное штатское платье, бродили по Севастополю, заполняя улицы, рестораны, где уже нечем было кормить, пустые магазины, грязные кафе и кондитерские. Они ждали чего угодно, но только не такого отчаянного поражения. Они не могли осознать случившегося и только жалобно скулили, когда кто-нибудь пытался с ними заговорить. Спали всюду, в вестибюлях гостиниц, на бульварных скамейках и прямо на тротуарах, благо ночи в Крыму были теплые. А те, кто еще носил форму, отпускные, командированные, в тыл, по целым дням толклись в комендатуре, где с утра до ночи бегали с бумагами под мышкой военные чиновники, охрипшие и ошалевшие, которые сами ничего не знали и никому и ничему помочь уже не могли. Они рвали взятки с живого и мертвого и этим ограничивались. Высокие и худые, как жерди великосветские дамы и девицы, бывшие фрейлины двора, графини, княжны и баронессы с длинными породистыми лошадиными лицами, некрасивые и надменные, продавали на черном рынке по утрам свои фрейлинские бриллиантовые шифры и фамильные драгоценности. Обиженно шевеля дрожащими губами. Слезы не высыхали у них на глазах. Спекулянты платили им колокольчиками, крупными корниловскими тысячерублевками, которые уже никто не хотел брать. Днем они толклись в посольствах и консульствах иностранных держав, в коридорах, в какой-то тайной надежде на что-то. В учреждениях, бюро и комитетах, где вовсю торговали пропусками, где за приличные деньги можно было купить паспорт любой иностранной державы. Их было видно отовсюду. Котиковый сак, тюрбан на голове, заплаканные глаза и мольба. Визу на Варну. В Чехию, в Сербию, в Турцию. Куда угодно, только бежать. Они не мылись неделями, спали, не раздеваясь. От них шел одуряющий запах пронзительного ларингана-коти, перемешанный с запахом едкого пота. Никто из них ничего не понимал. Точно их контузило, оглушило каким-то внезапным обвалом. В небольшом театрике «Ренессанс», где еще играла чья-то халтурная труппа, по ручкам бархатных кресел ползали вши. Ведро холодной воды для умывания стоило сто тысяч. Все исчислялось в миллионах или лимонах, как их называли. Поэт Николай Огнивцев, худой и долговязый, с длинными немытыми волосами, шагал по городу с крымским двурогим посохом, усеянным серебряными монограммами, сувенирами друзей. И читал свои последние душераздирающие стихи о России. Церкви на стойло, иконы на щепке, пробил последний двенадцатый час. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Аркадий Аверченко точил свои ножи в спину революции. Ножи точились плохо. Было не смешно и даже как-то неумно. Он читал их нам, но особого восторга они ни у кого не вызывали. По ночам в ресторанах и кабаре, где подавали особо женского пола весьма сомнительного вида, пьяное белое офицерье, пропевая награбленное, стреляло из револьверов в потолок, в хрустальные люстры и пело «Боже, царя храни», заставляя публику вставать под дулами револьверов. В гостинице Киста, единственной приличной в городе, собралась вся наша братья. Там жили актеры, кое-кто из писателей и бесконечное количество дам. По улицам ходил маленький князь Мурузи и, встречая знакомых, сладко и заливисто, разговаривал сильно к Артаве. «Тут нет жизни!» — восклицал он, всплескивая руками. «Надо ехать на фронт! Это без Абгазия!» Однако сам он ни на какой фронт не ехал. Уговаривать нас он начал еще в Одессе и теперь докатился до Севастополя. Исчерпав источник патриотического возбуждения, он озабоченно спрашивал у меня. «Скажите, да Гогой, а где тут Хагашо Ковмит?» «Тут у Киста», — отвечал я. «Тут же и хорошо, тут же и плохо, потому что другого места все равно нет». Перекоп, узкая полоска земли, отделявший нас всех от оставленной Родины, еще держался. Его отчаянно и обреченно защищал Слащев. Город кишел контрразведками и консульствами всех национальностей. Какие-то люди на улицах вслух предлагали вам принять любое подданство. Знакомый восточный князь Меламет купил шхуну и гостеприимно предлагал актерам ехать на ней в Турцию. Предлагал мне, Собинову, Барановской и Плевицкой. Молодые актеры нанимались кочегарами на Рион, большой пароход, стоявший в порту. Спекулянты волновались и покупали все, что возможно, чтобы только отделаться от корниловских колокольчиков. В такие дни на стенах города вдруг появлялись расклеенные приказы генерала Слащева. «Тыловая сволочь! Распаковывайте ваши чемоданы! На этот раз я опять отстоял для вас перекоп». Иногда в осенние ночи, когда море шумело и билось за окнами нашей гостиницы, часа в три приезжал с фронта Слащев со своей свитой. Испуганные лакеи спешно накрывали стол внизу в ресторане. Сверху стаскивали меня и пианино. Я одевался, стуча зубами. Сходил вниз, пил с ними водку, разговаривал, потом пел по его просьбе. Но водка не шла, голова болела, было грустно, страшно и пусто. Слащев дергался, как марионетка на нитках, хрипел, давил руками бокалы и, и, кривя страшный рот, говорил, сплевывая на пол. «Пока у меня хватит семечек. Перекопа не сдам». «Почему семечек?» — спрашивал я. «А я, видишь ли, иду в атаку с семечками в руке. Это развлекает и успокаивает моих мальчиков». Мы уже были на «ты». Черноморский матрос Федор Баткин, краснобай, демагог и пустомеля, выдвиженец Керенского, кого-то в чем-то безуспешно убеждал. Люди пожимали плечами и, недослушав, уходили, потому что им была нужна только виза. Визу, 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 куда угодно, хоть на край света. Остальное никого не интересовало. А Слащев уже безумствовал. В Джанкои он приказал повесить на фонарях железнодорожных рабочих за отказ исполнить его приказы. С Перекопа бежали. Офицеры переодевались в штатское. Однажды утром я получил от него телеграмму. «Приезжай ко мне, мне скучно без твоих песен, Слащев!» На рейде стоял пароход великий князь Александр Михайлович. Капитан его, Грек, был моим знакомым. Пароход отходил в Константинополь. На нем уезжал Врангель со своей свитой. Ночью, встретив капитана в гостинице, я попросил его взять меня с собой. Он согласился. Утром, захватив с собой своего единственного друга, актера Путяту и пианиста, я уехал из Севастополя. Эмиграция началась. До сих пор не помню, откуда у меня набралось столько смелости, чтобы, не зная толком ни одного языка, будучи капризным, избалованным русским актером, неврастенником, совершенно неприспособленным к жизни, без всякого жизненного опыта, без денег и даже без веры в себя, так необдуманно покинуть родину, сесть на пароход и уехать в чужую страну. Что меня толкнуло на это? Задавая себе этот вопрос сейчас, через столько лет, я все еще не могу найти у себя в душе искреннего и честного ответа. Я ненавидел советскую власть? О, нет. Советская власть мне ничего дурного не сделала. Я был приверженцем какого-нибудь иного строя? Тоже нет. Ибо убеждений у меня никаких в то время не было. Но тогда же что случилось? Что заставило меня уехать? Почему я оторвался от той земли, за которую сегодня легко и радостно отдам свою жизнь, если это будет нужно? Очевидно, это была просто глупость. Может быть, страсть к приключениям, путешествиям, к новому, еще неизведанному, не знаю. Так или иначе, я приехал в Турцию. Начиная с Константинополя и кончая Шанхаем, я прожил длинную и не очень веселую жизнь эмигранта, человека без родины. Я много видел, многому научился. Может быть, у себя дома, поставленные в благоприятные условия существования, искусство у нас очень поощряется и очень бережно культивируется. Может быть, я бы не дошел до такой остроты чувств, до такого понимания чужого горя, которое мне дали эти годы скитания. Говорят, душа художника должна, как Богородица, пройти по всем мукам. Сколько унижений, сколько обид, сколько ударов по самолюбию, сколько грубости, хамства перенесли за эти годы. Сколько неотвеченных фраз застряло у меня в горле, сколько проглоченных обид. Это была расплата. Расплата за то, что в один прекрасный день я посмел забыть о родине. За то, что в тяжелые для родины дни, в годы ее борьбы и испытаний, я ушел от нее. Оторвался от ее берегов. И вот они уходили, эти берега. И вот уже новые очертания чужой земли выплывали в утреннем тумане. Рано утром мы вошли в Босфор. Сказочный город, весь залитый солнцем, сверкнул перед моими глазами. Тонкие иглы миноретов, белосахарные дворцы, какая-то башня, с которой будто бы сбрасывали в Босфор неверных жен. Маленькие лодочки-канаки, красные фески, море красных фесок, люди в белом, солнце, гортанный говор и флаги, 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 без конца, как на параде, как в праздник. Большие военные корабли стоят на рейде, ярко начищенные медные части маленьких катеров сверкают, играют под яркими лучами солнца тысячами бликов. Я сошел с парохода в Константинополь, в эмиграцию, в 25-летнее добровольное изгнание, в долгую и горькую тоску. Все пальмы, все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, все, что я видел, всем, чем и восхищался, я отдаю за один самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на родине. А к этому я согласен прибавить еще весь мой успех, все восторги толпы, все аплодисменты, все цветы и все деньги, которые я там зарабатывал. Все, 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 ибо все это было мне не нужно. Лучше быть бедняком на родине, чем богачом на чужбине. Поселились мы с Борисом Путятой не более и не менее, как в самом хишенебельном отеле Константинополя Перополас. Разутюжили наши российские костюмчики, знаменитый актерский гардеробчик, по которому великим постом в бюро антрепренеры оценивали молодых актеров и вышли на улицу. На Гранд Рю-де-Пера, по которой уже взад и вперед прогуливалось немало наших соотечественников, приехавших раньше нас. Путята даже гвоздичку в петлицу воткнул. Совсем как дома, где-нибудь в Харькове на Сумской гуляли. Ба! Откуда вы? Когда приехали? На чем? Приподымались шляпы, пожимались руки. Вы уже обедали, нет? Ну, зайдем куда-нибудь. Хотите в уголок, тут русские держат. Заходили, выпивали, закусывали, разговаривали по душам. Борщ подавали отменный. Мы от такого борща давно уже отвыкли. Все было первоклассного качества. А главное подавали дамы. Молодые, нарядные, слегка кокетничавшие своим неумением подавать. Но откуда же мне знать это, говорили ее глаза. Я же не привыкла. Горчички, ах, да, забыла, еще чего хотите? Смелый, немного беспомощный взгляд и улыбки, улыбки без конца. Это заменяло недостаток сервиса. Обалдевшие с непривычки подвыпившие гости уходили, оставляя на чай больше, чем стоил весь обед. Неудобно, она такая милая. Мы с другом тоже оставляли с непривычки много, но потом спохватились и стали ходить в турецкие кофейни. Это было гораздо дешевле. Была весна, город шумел, орал и сверкал как огромный базар. Тысячи гортанных голосов, щелканье бичей арабаджи, гордо восседавших на козлах своих фаэтонов, окрики полицейских, гудки машин, вои нищих, вопли уличных продавцов, лай собак. Все сливалось в общий гул. На улицах был настоящий карнавал. Сотни офицеров и солдат в самых экзотических формах и нарядах заполняли город. Шотландцы в юбочках с валынками в руках маршировали под какую-то детскую музыку. Негры в фесках и шароварах, итальянцы с петушиными перышками на шляпах, французы в голубых с золотом кепи, американцы в белых шапочках, англичане с астеками в руках греки, чехи, сербы, румыны. Кого только там не было. Все это двигалось, маршировало, играло, пело. На углу около кафе Токталиана старый турок жарил каштаны на маленькой жаровне и плакал. Один из победителей толкнул его жаровню, она мешала ему пройти и каштаны рассыпались по мостовой. По вечерам в узких улочках прямо на тротуарах пристраивался кафе Джи, продавец кофе, чудесного, ароматного турецкого кофе, в маленьких чашечках с наперсток величиной. За пять пиастеров он подавался тут же на улице. Вы могли сесть на маленькую табуретку, покурить, послушать заунывную восточную мелодию, сыгранную бродячим турецким музыкантом и погрустить о родине. В галоте можно было посмотреть пляски дервишей, которые кружились в длинных одеждах с босыми ногами в священном танце, кружились до тех пор, пока в судорогах не падали на землю. Раз в году в большой праздник Байрам мы ходили в галоту смотреть дешевую иллюминацию и бродили по базарам без цели, покупая всякую дрянь. А посреди базара, широко раскинув руки, лежал без памяти пьяный великан и атлет наш русский борец матрос сокол. И никто не смел к нему подойти. Турецкая полиция, маленькая и щуплая, боялась его, как огня. Один раз у сокола уже было столкновение с полицией. И двадцать полицейских летели от него в стороны, как собаки от дикого кабана. Больше его не трогали. В галоте, в публичных домах, на подоконниках сидели, как звери за решетками, страшные уродливые женщины. И, заманивая посетителей, кричали, похлопывая себя по голому животу. Рус, рус, хорошо! А в темных прохладных магазинах сидели мудрые седовородые турки, поджав под себя ноги, и терпеливо торговали чудесными коврами, угощая посетителей крошечной чашкой кофе с рахат лукумом. Турецкие женщины в национальной одежде, с вуалями, закрывавшими пол лица, обжигали прохожих быстрыми и любопытными взглядами диких зверьков. В больших грязных кафе ели плов из барашка, крошечные шашлыки, долму, и запивали все это дузикой, анисовой водкой, разбавленной холодной водой. Какие-то допотопные органы вроде наших московских машин, что когда-то были в извозчичьих трактирах, ревели, гудели, цокали, внезапно останавливаясь, когда кончался завод. По узеньким, кривым, немощенным улочкам и переулкам бегали страшные опоршибившие собаки и рылись в мусоре, которые тут же выбрасывали на тротуар добрые обыватели. Трогать собак было нельзя. По мусульманским законам собаки считались священными животными. Англичане долго думали, что с ними делать. Наконец, полковник Максвальд додумался. Переловив всех собак, он свез их на какой-то пустынный остров, где они и сдохли сами по себе. Перегрызли друг друга. Яркий, красочный быт Турции еще существовал, но уже исчезал понемногу под напором цивилизации, нахлынувшей вместе с оккупационной армией. Победители давили собой. Один из талантливейших журналистов эмиграции, остроумный и злой поэт Дон Аминадо писал Лаванда Амбра Запах пудры Чадра и феска и чалма Страна, где подданные мудры, где сводят женщины с ума, где от зари до полночи перед душистым наргеля на ткань ковра уставе очи сидят народы на земле и славят мудрого Аллаха, или совершив святой намаз, обранной славе падишаха ведут медлительный рассказ, где любят нежно и жестоко и непременно в нишах бань, пока не будет глаз пророка, селим, довольна, перестань. О, бред проезжих билетристов, которым сам такталиан и метр дотель и друг артистов давал и деньги и кальян. Он фимиам курил Фарреру, сулил бессмертие Лоти и Клод Фаррер, теряя меру, сбивал читателей с пути. Конечно, той Турции, о которой писал Клод Фаррер, который был когда-то влюблен Пьер Лоти, уже не было. Она угасала, задушенная Версальским договором, разбитая, придавленная непомерными контрибуциями и стоптанная сапогами победителей. Турция молчала, стиснув зубы и зажав свое сердце в руке. Мне было нестерпимо жаль этот мудрый и благородный народ. Он был истощен войной и, казалось, уже агонизировал. Где-то во дворе сидел султан, великолепный восточный повелитель, давным-давно купленный европейцами и оставленный ими только для декорации, без власти, без силы и без всякого значения. Народ даже не говорил о нем, как будто его и не было. Правда, в его великолепном дворце Ильдис-Киоске по пятницам еще бывали приемы. На них присутствовал весь дипломатический корпус. Но и туристы тоже. Приглашение на эти приемы можно было получить по знакомству за деньги. Вскоре в Константинополе объявился Ислащев. Он поселился где-то в Галоте с маленькой кучкой людей, оставшихся с ним до конца. В их числе была и знаменитая Лида. Мы встретились. Вернее, я сам разыскал его. Он жил в маленьком грязноватом домике где-то у черта на куличках. Он еще больше побелел и осунулся. Лицо у него было усталое. Темперамент куда-то исчез. Кокаин стоил дорого, и лишенный его Слащев утих, постарел сразу на десять лет. Разговор вертелся вокруг одной темы о Врангеле. Слащев его смертельно ненавидел. Он говорил долго, детально и яростно о каких-то приказах своих и его, ссылался на окружающих, клялся, кричал, грозил, издевался над германским происхождением Врангеля. Трудно было понять что-нибудь в этом потоке бешенства. Помню только, что мне было его почему-то мучительно жаль. Всем своим новым штатским видом он напоминал мне больную птицу, попавшую в клетку. Адъютанты молчали потихоньку, перестригаясь из львов в пуделей и подумывая о новом хозяине. Как ни странно, но о красных слащов ничего дурного не говорил. По-видимому, он уже что-то понял. Лида, надевшая женское платье, сразу же потеряла всю свою оригинальность. Выглядела она как учительница или сестра милосердия. В это время, встретив в городе одного турка, которого я знал по России, некоего Нуриддинбея, он был дипломатом в Петрограде и говорил по-русски. Я уговорил его открыть кабаре. Надо же было что-то делать. Кабара называлась Черная Роза и сразу привелось с большим успехом. Как-то случайно я рассказал Нуриддину о Слащове и о том, что он нуждается. Добрый турок сразу предложил посылать ему хлеб на всю братью и обеды из нашего ресторана. Так продолжалось с полгода. Потом я потерял Слащова из виду. Еще через год я ушел из Черной Розы и пел уже в загородном саду Стелла. Хозяин его был знаменитый русский негр Федор Федорович Томас, бывший хозяин московского Максима. Однажды вечером в Стеллу приехал Слащов. Он был с компанией неизвестных мне лиц, много пил и молчал. Я подошел к нему. Он обрадованно, но грустно улыбнулся. Его лицо изменилось до неузнаваемости. Это уже не был герой перекопа, как его величали. Это был грустный, усталый и старый человек. Я, конечно, не претендую на точность или значительность своих выводов, но мне кажется, что чувствовал я его все-таки верно. Слащов любил Родину и страдал за нее. По-своему, конечно. Он предложил мне вина. Мы помолчали. «А ты ведь действительно что-то знаешь», вдруг раздумчиво сказал он. «Но и ты ошибся, как я. Мы все ошиблись. Ужасно, непоправимо, непростительно ошиблись. Мы проглядели самое главное. Мы не имеем права жить». Он взял в руку деревянную палочку-мешалку, которую подают к шампанскому, и сломал ее. Его лицо скривилось в мучительной гримасе. «Хочешь послушать моего совета?» спросил он. «Возвращайся в Россию». Я молча кимнул головой. «Увы, я это понял, едва ступив на берег Турции, но поправить мою ошибку я уже не мог». Вскоре я узнал, что Слащев уехал в Советский Союз. А еще через несколько лет из газет мне стало известно, что его убил рабочий, брат одного из тех, кого он повесил в Джанкое. Просто встретил на улице, вынул револьвер и убил. Советское правительство присудило его к десяти годам тюрьмы. Так окончилась жизнь этого странного и страшного человека. В Константинополе сначала все иммигранты были полны надежд. «Это ненадолго», говорили спокойные, уверенные спекулянты, которым удалось кое-что вывести, кое-что заработать. Многие заходили в своем оптимизме еще дальше. «Англичане дают деньги, экипировку и вооружение», говорили они. «Но они уже давали», робко возражал я. «Будет сформирована новая армия, которая будет на английских кораблях отправлена и высажена». «Но они уже высаживали», деликатно напоминал я. «Ничего, на этот раз это вполне серьезно». Возражать было бы напрасно. Какой-то купец из старых московских фамилий, не то Зотов, не то Филиппов или Морозов, даже принимал пари на любую сумму, что к Новому году будем в Москве. Некоторых подозрительных персонажей спешно вызывали в разведке и штабы, вели с ними какие-то переговоры. Много обещали, много предлагали. Немолодые особы, сомнительной репутации, работавшие в Осваге и в белых разведках, делая хорошую мину при плохой игре, загадочно улыбались и иногда по большой доверенности интимно говорили «Ждите больших событий, скоро поедем домой». А в Галли-Поле на острове тихо умирала бессильная разоруженная армия. А на другом острове Принкипо в настоящем земном раю среди роз, глицинии и магнолий в лучшем отеле мира сидели как в концлагере русские беженцы на английском пайке и играли в карты на коробке корн-биф, консервов, проигрывая друг другу свои полуголодные пайки. С горя они отвинчивали дверные медные ручки и продавали их за гроши на барахолке, чтобы курить и пить турецкую водку. Старые желтозубые петербургские дамы в мужских макентошах с тюрбанами на голове вынимали из сумок последние портсигары царские подарки с бриллиантовыми орлами и закладывали или продавали их одесскому ювелиру пурицу. Они ходили все одинаковые, прямые, с плоскими ступнями больших ног в мужской обуви, с крымскими двурогими палками посохами в руках и делали бедное, но гордое лицо. Молодые офицеры, сопровождавшие этих дам, какие-то Вовочки и Николя, бывшие корнеты лихих гусарских и драгунских полков, красиво проживали деньги своих спутниц. В фешенебельном и горном доме, открытом предприимчивым одесситом Сергеем Альтбрантом, выступал Жан Гуляско, знаменитый скрипач румын, игравший в свое время у Донона и у Кюба, любимец петербургской кутящей публики. Было одно желание забыться, забыться во что бы то ни стало. Сперва играли в Боккара, потом ужинали, потом пили Шампитер, собирались мужскими компаниями по нескольку человек и кутили, вспоминая старый Петербург. Жан нашу коннгвардейскую. Гуляско знал наизусть все чарочки всех полков. Раздувая свои цыганские страстные ноздри, он подходил к столу. Гуляско наш, егерский, ну-ка, встать, господа офицеры. Вставали, пили, требовали, боже, царя храни. Гуляско играл, сверкая белками цыганских глаз, и как-то особенно ловко подхватывал на лету и перекладывал в карман брошенные десятки. А сидевшие рядом английские офицеры пожимали плечами и презрительно улыбались. Русские легко осваиваются всюду. У нас есть какое-то исключительное умение обживать чужие страны, ибо куда бы мы ни приехали, к мысу ли радости, к скалам печали, ли, к островам ли сиреневых птиц, все равно, где бы мы не причалили, как писала Теффи, всюду мы приносили много своего русского, только нам одним свойственного, так разукрашивали своим бытом быт чужой, что часто казалось, будто не мы приехали к ним, а они к нам. Ну, как вам нравится Константинополь, спросил я одну знакомую даму. Ничего, довольно интересный город, только турок слишком много, отвечала она. Конечно, в больших городах, таких как Париж, Лондон или Берлин, русские растворялись в многомиллионных массах коренного населения, но зато в городах поменьше. С нашим приездом Константинополь стал очень быстро русифицироваться. На дно только Рю-де-Пера замелькали десятки вывесок, ресторанов, кабаре, дансингов, тогда еще не было, магазинов, контор, учреждений, врачей, адвокатов, аптек, булочных. Все это звало, кричало, расхваливая свой товар, напоминало о счастливых днях прошлого. Зернистая икра, филипповские пирожки, смирновская водка, украинский борщ. Все это дразнило аппетит, взывало к желудку. И деньги тратились легко. Турецкие деньги, ибо наши колокольчики уже ничего не стоили. Кто успел выменять их раньше, тот был спасен. Остальные с горечью говорили, вот чемодан лимонов, а жрать нечего. Положение женщин было лучше, чем мужчин. Они привелись, их охотно брали на всякие должности. Мужчинам же найти работу было очень трудно. Мужчины устраивались главным образом при тех же ресторанах, чистили картошку или ножи, мыли посуду. Почтенные генералы и полковники охотно шли на любую работу, чуть ли не за тарелку борща. Все это было очень грустно. Но помочь этому было трудно. Какие-то организации вроде Земского Союза пытались что-то делать, устраивая бесплатные столовки и ночлежки, но за недостатком средств учреждения эти дышали наладом. И все-таки все как-то жили. Около тех, кто ел пироги, как всегда питались крохами голодные. Голодных, конечно, было больше, чем сытых, но и сытых было немало. Предприимчивые купцы возили что-то в Батум, нагружали пароходы, возвращались и снова куда-то что-то везли. Потом, когда возить уже было нельзя, загоняли свои пароходы, часто не им принадлежавшие, и долго еще жили на эти деньги. Всякого рода сделки, барыши, деловые знакомства, все это вспрыскивалось по старинному шампанским, отмечалось кутежами, швырянием денег. Главный заработок был от иностранцев. Им очень нравилось все русское. начиная от русских женщин, капризных и избалованных, которые требовали к себе большого внимания и больших затрат, и кончая русской музыкой и русской кухней. Простодушные грубоватые американцы, суховатые снобирующие англичане, пылкие и ревнивые итальянцы, веселые самоуверенные французы, все совершенно менялись под благотворным влиянием русских женщин, ибо переделывали они их изумительно. А русские женщины любят переделывать мужчин. Для иностранцев условия были довольно тяжелые, но чего не претерпишь ради любимой. Помню, был у меня один приятель, француз. Человек довольно неглупый, молодой, богатый и веселый. Подружились мы с ним, потому что он обожал все русское. Гастон, спросил я его однажды, вот вы так любите все русское, почему бы вам не жениться на русской? Он серьезно посмотрел мне в глаза, потом улыбнулся. Вот видите ли, мой дорогой друг, раздумчиво начал он, для того, чтобы жениться на русской эмигрантке, надо сперва выкупить все ее ломбардные квитанции, а если у нее их нет, то ее подруги, раз. Потом выписать всю ее семью из Советской России, два. Потом купить ее мужу такси или дать отступного тысяч двадцать три. Потом заплатить за право учения ее сына в Белграде, потому что за него уже три года не плачено. Четыре. Потом положить на ее имя деньги в банк. Пять. Потом купить ей апартамент. Шесть. Машину. Семь. Миха. Восемь. Драгоценности. Девять. И так далее. А шофером надо взять обязательно русского, потому что он бывший князь и такой милый. И у него отняли все, кроме чести, конечно. После этого он задумался. После этого она вам скажет. Я вас пока еще не люблю, но с годами я к вам привыкну. И вот, вдохновенно продолжал он, когда она к вам наконец почти уже привыкла, вы ловите ее со своим шофером. Оказывается, что они давно уже любят друг друга, и понятно, что вы для нее нуль. Вы иностранец, чужой. И к тому же хам, как она говорит. А он все-таки бывший князь, и танцует лучше вас, и выше вас роста. Ну, остальное вам ясно. Скандал, развод. На суде она обязательно вам скажет. Ты имел мое тело, но души моей ты не имел. Зато ваш шофер имел и то, и другое. Согласитесь, что это сложно, мой друг. Шарж был ядовитый, но в общем-то довольно верный. И тем не менее, женщины все-таки побеждали. Они выходили замуж за кого угодно, начиная от самых больших особ первого класса и кончая самыми маленькими. А турки вообще от них потеряли головы. Разводы сыпались, как из рога изобилия. Мужья получали отступного и уезжали искать счастье, кто в Варну, кто в Прагу, кто куда. А жены делались магометанскими леди и одевались иногда в восточные одежды, которые носили не без шика. Константинополь был буквально переполнен молодыми и хорошенькими женщинами. Вся эта военная молодежь из белых армий где-то в Крыму, в Ростове, Екатерина Даре, с перепугу переженилась на молодых девчонках и привезла их с собой, надеясь на знаменитый русский авось. Девчонки сразу освоились и как-то внезапно, точно по уговору, все оказались дочерьми генералов, полковников, губернаторов и миллионеров. Иностранцам они рассказали о себе чудеса. Те слушали их, разинув рты. Мужья сердились, но терпели. Главой в доме была жена. Сменив военную форму на штатское, мужчины чувствовали себя как-то неуверенно. Имея много свободного времени, они ревновали своих жен, тяготились с создавшимся положением или наоборот, спокойно мирились с ним, и от скуки целые дни торчали в бильярдных. Я пел в черной розе. Конечно, не свои вещи, которых иностранцы не понимали, а преимущественно цыганские, веселые, с припевами, в такт которых они пристукивали, прищелкивали и раскачивались. Это нравилось. Почти ежевечерни по телефону заказывался стол верховному комиссару всех оккупационных войск адмиралу Бристолю. Он приезжал с женой и со всей своей свитой, пил шампанское и очень любил незатейливую гусарскую песенку «Оружьем на солнце сверкая», которую я пел, искусно заправляя ее всякими имитациями барабанов и военных труб. Тратил он очень много и мой патрон был в восторге. А за адмиралом тянулась и остальная денежная публика. Постепенно меня стали приглашать на официальные банкеты и приемы в посольстве. Я танцевал с пожилой адмиральшей и разговаривал с ними по-французски, ибо английского я не знал. Однажды адмирал пригласил меня даже обедать на свой флагманский корабль. В это время Кемаль-Паша, будущий создатель новой Турции, сидел в Анатолии, ощетинившись всеми верными ему штыками и не обращал внимания на все угрозы союзников. Американские английские корабли блокировали Анатолийское побережье. Воевать победителям не хотелось. Где-то шли какие-то переговоры, а пока остальная Турция с султаном во главе была изолирована от мира. Однажды я был приглашен в Эльдис киоск к султану на Селямлик. Я приехал со своим оркестром и в ожидании его выхода стоял в приемном зале дворца и разговаривал со знакомыми дипломатами. Тогдашний греческий атташе Псилари объяснял мне, как надо заводить роман с турчанками, чтобы не повредить их репутации. Я слушал и смотрел в окно. До приема султан по ритуалу должен был посетить мечеть. Мечеть находилась тут же в ограде дворца и скоро показалось его ландо запряженной шестеркой белых лошадей. Султан в блестящем расшитом золотом мундире с лентой и орденами сидел один, а с боков его коляски в полных парадных одеяниях и также при всех орденах и регалиях пешком бежали его министры, положив одну руку на крыло экипажа. Полюбовавшись парадом я отошел от окна. Вечером после приема, вдовы напевшись, я получил от султана в подарок ящик его личных сигарет из чудесного турецкого табака с длинными картонными мундштуками, украшенными его эмблемой. В Галлиполе в переводе с греческого значит город красоты. Трудно себе представить, почему так назвали пустынное выжженное солнцем место. Наши солдатики называли его Голополе. Это название больше подходило. Солнце, синие горы вокруг, жара, раскаленный камень, ящерицы, очень мало зелени. Так выглядел Галлиполе, когда из черных закоптелых транспортов там высадилась тридцатитысячная армия усталых, разочарованных, отвоевавших людей без Родины, без будущего и даже без настоящего. Когда-то здесь стояли шатры крестоносцев. Белые перья рыцарских шлемов развивались по ветру. Здесь был рынок, где продавали рабынь. Когда-то разъяренный Ксеркс приказал здесь высечь цепями Геллеспонд. Потом все смывающий ветер истории начисто выдал отсюда все признаки прошлого. Только забытые турецкие могилы, серые камни в белых тюрбанах, скучно молчат на серо-желтом фоне, а вокруг море и море. Для русского лагеря отвели место на земле какого-то турецкого полковника. Называлось оно Долина Рос и Смерти, потому что хотя над речкой в расселенных гор рос дикий шиповник, но москиты, скорпионы и змеи подстерегали на каждом шагу. Вот на этом-то голом месте в очень короткое время вырос белый полотнянный город. Почти год прожила там армия, зализывая боевые раны. Отмылась, избавилась от вшей, от тифа, от дизентерии. Кутепов завел строгую дисциплину. За малейший проступок сажал на гауптвахту. Он хотел спасти армию во что бы то ни стало, спасти самое сердце белой идеи. Но идеи уже не было. Идея угасла еще там, в России. Оторвалась вместе с территорией Родины. И правда, кому были нужны или дороги интересы белой армии, кроме нее самой? Никто даже не вспоминал о ней. Спекулянты наживались, интеллигенция стремилась к европейским центрам в Париж, Берлин, Лондон. Молодежь просилась в Америку, Бразилию, Аргентину, куда угодно, лишь бы вырваться отсюда и начать новую жизнь. Союзники помогали слабо. Судьба белой армии перестала их интересовать. Кроме консервов да кое-какой одежды от них ждать было нечего. Жили впроголодь. Вначале солдаты даже просили милостыню. От селитры, которая была в консервах, у многих на теле стали появляться язвы. Только американцы помогали немного. Давали детям молоко, шерстяные одеяла, теплые фуфайки. Земсоюз подкармливал женщин и детей. Были полотняные церкви, библиотека, художественный кружок, театрик, балаканчик. Днем проходили учения, маршировали, занимались, как полагается. В юнкерском училище юнкерам читали лекции. Россия жива, Россия будет, и надо ей служить, все равно где, здесь или в Африке. Сторожили знамена, тосковали по родине. Мечтали о походе на Константинополь. Так легко, взять можно сразу. Захватить суда, потом в Россию. Восемь офицеров застрелились от тоски по родине. Два генерала сидели в приморском кафе пили. Увидели на рейде маленький истребитель, захватили наганы, как обезумевшие бросились в воду. Доплыть, захватить истребитель и в Россию. В воде, однако, протрезвились. Когда по всему миру русские мигранты впали в истерику, когда их политики стали делать ставку на эволюцию большевизма, на крестьянские восстания, голод, когда общее дело заявляло, что через две недели начнется поголовное бегство комиссаров из Кремля сухопарые очкастые галлиполийские лекторы, загибая тощие пальцы, говорили «Не верьте». Все это истерика или выдумка. Не сегодня и не завтра придет спасение. Не верьте политиканам. Они ослепли в политической мгле. Это самообман, а правда проста. Мы одни, мы полузабыты и мы должны крепить свой дух. Конечно, это был Белый монастырь, конечно, это были подвижники, конечно, все эти белые мальчики, все эти Алеши Карамазовы искренне и свято верили в свой белый подвиг. Отделенные от остального мира в своем полотняном городе, как в белом скиту, они уже очистились от всякие скверны, от всей грязи и несправедливости, которая рождает гражданская война, и ждали. Ждали Россию. Верили в свою миссию, в свое предназначение. Это они, последние оставшиеся в живых, считали себя призванными сохранить честь и мощь армии, чистоту ее оружия и силу. Я понимаю, как трудно будет читать эти строки сегодняшнему патриотически настроенному читателю, для которого через вереницу лет уже все понятно и все ясно. Конечно, они ошибались, конечно, они проиграли. Они, то есть вся эмиграция, оторвавшаяся от Родины, посмевшая поднять меч свой против нее. Но ведь они верили. Они думали, что приносят свои жизни для Родины, для ее счастья, ее спасения. Белые воевали за старое, за прошлое. Красные воевали за новое, за будущее. Кто из них был нужен России, тогда еще никто не знал. Тогда можно было только верить. История решила вопрос. В книге Ивана Лукаша «Голое поле» поручик Миша говорит «Я пошел потому, что верил в наше дело. И в армии вся молодежь так же, как я, верующий. Мы пошли потому, что вера наша была как обречения. И, может быть, все мы были обречены смерти за Россию». Вы думаете, в душе мы не знали, что нас трагически мало, что большевикам помогает историческая удача, а мы обречены умереть? Пусть история безжалостна, но она справедлива. И дело не в нас, а в исторической справедливости. дело в нашей вере, что Россия тихая, а не бешеная, что Россия будет построена миром, а не войной. Мы верили обреченные. Вы понимаете? Да, ну вот. Мы воевали, и нам казалось, что за нас думают. Нам бы только победить, а за нас уже постоят. Только теперь мы видим, что кругом нас пустота. Мы одни, а за Галлиполе, за нашей монастырской стеной, пустота и опустошенные души. Не генералов и не царей мы хотели. Мы не пушечное мясо генеральских авантюр. Мы живое мясо самой России. Нас вырвали с кровью. Мы не могли устоять. И вот мы здесь. Иван Лукаш «Голое поле» Софии 1922 год. А на рейде время от времени появлялся старый закоптелый пароход «Решит-Паша», который ходил в Одессу и мог увезти на родину. И долго смотрели на него люди в белых рубашках и тысячи мыслей о том, «Как бежать, как вырваться, как вернуться», рождались в их головах. И бессильно умирали. Возврата не было. В зеленой гуще деревьев и пальм в Бебеке, где стояли турецкие вилы, увитые снизу доверху огромными чайными розами, пели соловьи. В Птишане пели шансонетки. Балетмейстер Виктор Зимин ставил шахерезаду. В стелле в саду у нашего московского негра Томаса играли русские музыканты, танцевали русские балерины, русские дамы пленяли сердца американцев, англичан и французов. Все шло как по маслу, но деньги кончались. Те, кто устроился, так или иначе еще существовали. Остальные, истратив все и продав все фамильные драгоценности, невольно вынуждены были как-то обдумывать свою дальнейшую судьбу. Опять началась беготня за визами. Кое-куда их еще давали. Интеллигенцию принимали чехи, туда двинулись профессора, писатели, журналисты. Желающих сесть на землю звали в Аргентину, туда устремилось казачество. Люди со средствами уезжали во Францию, в Париж. Иммиграция рассасывалась. Турецкое правительство, слегка опомнившись от собственных переживаний, подбодренное независимым положением неукротимого Кемаль-Паши, потихоньку приходило в себя. На иммиграции это отразилось довольно чувствительно. Появился ряд декретов и законов, сильно ограничивших свободу иммигрантов Турции. Нужно было куда-то бежать. Об этом стал думать и я. Тут передо мной возникли два основных вопроса. Первый куда ехать, а второй с какими документами. Кроме ветхозаветного метрического свидетельства у меня не было никаких документов. Да еще был и третий вопрос, с какими средствами. Того, что я зарабатывал пением, хватало на жизнь, но и только. А пароходные билеты до любой страны стоили сотни лир. Но, очевидно, судьба думала обо мне. Вскоре возле меня стал вертеться маленький юркий театральный человечек, русский грек Ники Кирьяков. У него родилась идея повезти меня в Румынию, главным образом в Бессарабию, где было коренное русское население и где можно было на мне заработать. Выбирать было не ищего. Я искренне обрадовался его предложению и стал готовиться к отъезду. Вскоре у меня появился греческий паспорт, купленный Кирьяковым за сто лир, на имя греческого подданного, рожденного в городе Киеве, Александра Вертидиса, так передел мою фамилию предприимчивый Кирьяков, для большего сходства с Грецией. О родителях было сказано, что отец из Афин, а мать с Украины. В общем, выходил недурной коктейль. С благодарностью вспоминаю об этом человеке. И что бы я делал, если бы не он? И не только в тот момент, но и в дальнейшем. Как-никак, но с этим паспортом я объехал чуть не полсвета, минуя все иммигрантские затруднения. На прощание симпатичный чиновник, продавший мне паспорт, сказал, «Можете ездить по всему свету, только старайтесь никогда не попадать в Грецию, а то у вас его моментально отберут». Этот завет я помнил всю жизнь. Вероятно, поэтому я так и не видел Греции. Постепенно закрывались рестораны, прижатые новыми правилами, прикрывались и горные дома, и лото клубы, сворачивались магазины, лопались дутые предприятия, отбирались пароходы. Пленительные русские женщины увозились за границу счастливыми мужьями. Правительство его величества султана висело на волоске, а Кемаль рычал, как разъяренный тигр, на мирно отдыхавших победителей и не давал им покоя. Все это портило нам настроение и вредило пищеварению. Приходилось сматывать удочки и собирать свои палки для гольфа. Я не дождался переворота. Я взял билет в Констанцию и, закурив последнюю ароматную сигарету, подаренную мне его величеством, отплыл в неизвестность, навсегда попрощавшись с этой солнечной страной, родиной талантливой Шехерезады, Босфором, Золотым Рогом, Минаретами, Муэдзинами, Осликами, страной добрых и благородных людей, все несчастье которых было в том, что они были слишком благородные и благодушны, и не спешили жить. В Румынии Один из моих приятелей, итальянский дипломат герцог ДАА, однажды на одном банкете в Бухаресте в Атаней-Паласе, на котором мне пришлось выступать, говорил, «Румыния, мой друг, это страна смычка и отмычки, тем или иным путем, но они уже сумеют добраться до ваших денег, берут буквально все, но берут не за то, чтобы помочь вашему делу, а за то, чтобы вам не сделать гадости». И он был прав. Вот бывало, приходит какой-нибудь тип к моему менеджеру и знакомится. Я такой-то. Очень приятно, чем могу служить. А вот видите ли, заявляет тип, я могу сделать так, что ваш концерт не состоится. «Зачем и почему? А я вот в цензуре служу и заявлю, что ваш Вертинский привез сюда пропаганду в песнях. Вот и крышка вашим концертом». «Сколько?» кратко спрашивает менеджер. «Двести». Вздыхали и платили. Через день приходит другой. «Концерт не состоится», заявлял он. «Почему?» «А я из пожарной комиссии. Театр деревянный. У вас аншлаг, много народу. Опасно?» «Сколько?» «Триста». В анимале триста. Вечером уже после концерта, когда мы выходили из театра, из темноты ночи откуда-то появлялись две-три подозрительные личности в потертых пальто. Личности зябко жались к машине и, кротко улыбаясь, выразительно покашливали. «За что?» просто спрашивал менеджер. «А мы из Сигуранце, сыщики. Ну?» «Мы за вами следить приставлены. Может, какие встречи у вас или что говорить будете?» Извинительным тоном они добавляли. «Служба собачья». Кирьяков давал им по десятке. Они услужливо открывали дверцу машины и любезно справлялись. «Вы в собрании ужинать? Мы придем. Не беспокойтесь, мешать не будем. Счастливого пути!» В собрании они усаживались за столик неподалеку от нас и скромно заказывали себе по шприцу белое вино с водой. Счет посылали нам. В этой стране не было дела, которое нельзя было бы провести. Весь вопрос был только в сумме. Такого количества воров, как в Румынии, я нигде не видел. Впрочем, это и не удивительно. Румыния еще в далекие времена Цезарей была итальянской колонии, куда ссылали на каторжные работы что-то вроде французской гвианы или старого Сахалина. От цыган, которые пришли с Карпат из Венгрии и Трансильвании и которые населяли Молдавию, румыны научились музыке. Той музыке, которая известна под неопределенным названием цыганской. Их дойны это заунывные и жалобные мелодии, частью венгерские, частью турецкие песни, рожденные еще во времена турецкого владычества, когда та часть Румынии, где Аккерман, Измаил и Килия принадлежал туркам. Играют они их в свое удовольствие и подолгу, бесконечно варьируя одну и ту же незатейливую тему. Если их не остановить вовремя, то они вас заиграют насмерть. В антрактах от оркестра в публику сходит музыкант и делает кету, собирает деньги. В одной руке у него поднос, на который гости кладут сколько кто может, а в кулаке другой руки зажата живая муха. Это для того, чтобы он не воровал денег. Вернувшись на эстраду, он должен на глазах у музыкантов раскрыть кулак и выпустить муху. И муха должна быть живой, иначе ему не поверят товарищи. Когда попадается богатый гость, который кутит, то он ставит оркестр на колени около своего стола, вынимает пачку ассигнаций и, поплевав на бумажку, приклеивает ее музыканту на лоб. И музыкант играет до тех пор, пока бумажка не высохнет и, отклеившись, не упадет на пол. Тогда он прячет ее в карман, а гость, поплевав, наклеивает ему на лоб новую. Когда я впервые увидел эту картину, я чуть не сгорел со стыда за музыканта. Мне стало стыдно, что я тоже артист. Я стал умолять угощавшего меня поклонника, не делать этого. Но музыканты были так недовольны моей защитой, считая, что я срываю их заработок, что мне ничего не оставалось, как покориться обстоятельствам. Если румыну что-нибудь понравилось у вас, ваш галстук или ваши часы, или ваша дама, отдайте ему, иначе он будет вам до тех пор делать гадости, пока не получит желаемого. Как иллюстрацию к сказанному я приведу один случай, который во время моего пребывания в Бессарабии мне шепотом передавали тамошние жители. Однажды, рассказали мне, в Кишиневе появилась русская женщина, отличавшаяся необыкновенной красотой. Она тайком перешла границу по льду Днестра у Тирасполя, а оттуда пробралась в Кишинев, где ее приютил богатый одесский грек Пападаки, владелец кино Орфеум. Эта женщина должна была ежедневно являться в комендатуру, ее подвергали допросом, стараясь выяснить, не является ли она шпионкой оттуда. Добиться от нее ничего не могли, потому что это была обыкновенная буржуазная дама, убежавшая из Советской России, как убегали сотни спекулянтов, буржуев, растратчиков. Она имела несчастье обратить на себя внимание всесильного диктатора Бессарабии генерала Поповича. Изматывая ее допросами и запугивая, генерал в конце концов предложил ей сойти с ним, обещая за это свободу. Дама отказалась. Генерал настаивал. Видя, что сломить ее упорство невозможно, разъяренный генерал приказал погнать женщину по льду Днестра обратно в Советскую Россию. В пять часов утра ее вывели на берег реки, когда она отошла на некоторое расстояние, ей послали вдогонку несколько пуль. Узнав об этом, Пападаки бросился в Бухарест, взял самого лучшего адвоката, не жалея денег, кидался по всем инстанциям, требуя расследования, подавал жалобы министрам и даже дошел до короля. Но все было напрасно. Генерал был недосягаем и неуязвим. Тогда Пападаки поднял на ноги прессу. За деньги, конечно. Оппозиционные газеты затеяли настоящую травлю генералов. Коллегия адвокатов заявила формальный протест в суде. Скандал разросся до небывалых размеров. И тем не менее, дело замяли. Грека куда-то запрятали и потом ликвидировали. Вот к этому самому генералу Поповичу я и попал со своим концертами. Приехал я из Констанции через Бухарест прямо в Бессарабию, в Кишинев, где рассчитывал исключительно на русское население. Сначала все было хорошо. Концерты мои давали полные сборы, публика меня баловала, друзья окружили максимальной заботой, вниманием и лаской. Кирьяков набивал свои карманы леями, которые, правда, в переводе на настоящую валюту стоили мало, но все же были деньгами. Но потом вдруг все неожиданно и странно изменилось. Началось это с того, что как-то после концерта я ужинал со своими друзьями в саду местного собрания, в саду был ресторан, в котором мы сидели, а дальше в глубине сада был кафе Шантан со столиками. В середине ужина мне стало жарко, я решил встать из-за стола и пройтись по саду. Неожиданно из темноты сада ко мне подошла уже немолодая дама. — Вы, миссия Вертинский, спросила она. Я молча поклонился. — У меня к вам просьба. Я певица, она назвала какое-то имя, вроде Мира или Мара. — Я пою здесь. В субботу у меня бенефис. Я хотела бы, чтобы вы выступили у меня в этот вечер. Я был удивлен. — Вам, вероятно, известно, мадам, отвечал я ей, что я приехал сюда на ряд концертов, у меня есть импресарио, с которым я имею известный договор. Кроме того, у меня в субботу собственный концерт, который я не могу отменить. И, помимо всего, я никогда не выступал в кафе «Шантань». Дама нахмурилась. — Значит, вы мне отказываете, спросила она. — Я не вижу возможности исполнить вашу просьбу, мадам. — Вы пожалеете об этом, глядя мне прямо в глаза, вызывающе сказала она. Я пожал плечами и отошел. Вернувшись к своему столу, я, к сожалению, забыл об этом эпизоде и, не рассказав о нем, никому из друзей продолжал ужин. Вот это-то и было моей роковой ошибкой. На другое утро я уехал из Кашинева в турне по Бессарабе. Трудно передать те чувства, которые охватили меня при виде нашей русской земли, такой знакомой, такой близкой и дорогой сердцу, и в то же время уже чужой, не нашей. Русские вывески, аптека, трактир, кондитерская, ренского погреб, бокалейная торговля вызывали во мне чувство нежности. Точно, я повстречался с милыми, давно забытыми людьми моей юности. Точно, я через много лет вернулся в родной город, и меня встречают уже иные, незнакомые мне лица. Носильщики на вокзалах, извозчики, продавцы в магазинах, нищие, все говорили по-русски. Человеку, оторвавшемуся от родной почвы и жившему долго у чужих, это было ново, радостно и до слез приятно. В простом провинциальном фаэтоне, запряженной парой худых кляч, на козлах, которого гордо восседал извозчик Янкель, тоже худой и длинный, как жерт, с ржевато-седой библейской бородой, мы покатили в ясный солнечный день по нашей, почти нашей, русской земле в Молдаванские степи. Те же милые сердцу белые хаты, те же колодцы с жестяными христами, как у нас на Украине, те же подсолнухи, кивающие из-за тына, тот же воздух, то же солнце и птиц. Что за ветер в степи Молдаванской, как поет под ногами земля, танцевали у меня в голове первые строки будущей песни. Коляска подпрыгивала, Янкель что-то напевал о строгой учительнице, которая обманывает своего Рэбэ, и хотя пел он по-еврейски, но выходило как-то по-русски. Так, вероятно, пел еврей ямщик где-нибудь на Украине. Встречные вазы с сеном, запряженные такими же украинскими валами, давали нам дорогу, сворачивая со шляха. Крестьяне кланились, снимая шляпы. Все эти бендеры, сороки, аргеевы выглядели как типичные русские местечки с неизбежным почтамтом, белой церквушкой, бокалейными лавочками, где пахнет хомутами и дегтем, где продают гвозди и мыло, кнутовище и квас, колбасу и веревки. В синем небе высоко кружил ястреб. Ласточки сидели на телеграфной проволоке и кругом, куда не кинешь взгляд, степь и степь. Так похоже на родину. Иногда под вечер в степи мы встречали цыганский табор, настоящий табор, о котором всю жизнь слышишь во всех романсах, кстати сказать, написанных людьми, никогда его не видевшими. Горели костры, стояли полукругом кибитки с поднятыми оглоблями, кричали дети, в таких случаях мы останавливались, шли к цыганам, садились к костру, ужинали, пили вино, слушали песни. Под гитарные переборы грустили о родине, а степь была уже серебряной от лунного света, звенели цикады, кричали перепела. Было много общего между жизнью этих людей без родины и моей. Однажды в степи мы встретили кочующий табор. Как всегда мы остановились и начали разговаривать с цыганами. Молодая цыганка скалила ослепитные зубы, объясняя нам, как ближе проехать к городу, кормила грудью маленького ребенка. Ее муж, смуглый стройный цыган, мазал дегтем колесо кибитки. Мы уже собирались ехать дальше, когда наше внимание привлекло облако пыли на дороге. Какие-то всадники, часть во весь опор приближались к нам. Янкель, привстав на козлах, всматривался вдаль, прикрыв глаза рукой. Жандармы, тихо сказала. Цыгане встрепенулись, мужчины бросились к лошадям, но было уже пост. Через несколько минут взвод жандармов окружил табор. Невообразимый вой поднялся вокруг. Женщины голосили, дети ревели, мужчины кричали, ударяя себя кулаками в грудь и крестясь. Собаки лаяли. Что случилось? Спросил я ротмистра. Оказалось, что несколько часов тому назад эти цыгане ограбили почту. Жандармы взяли их, закручивая руки назад. Я взглянул на молодую цыганку. Она кричала иступленной яростно. Изо рта у нее катилась пена. Ее мужа уже волокли к лошадям связанного и избитого. Она рвалась к нему, голося и дико сверкая глазами. Жандарм оттолкнул ее. Тогда, не помня себя от бешенства, она вдруг, моему ужасу, схватила ребенка и швырнула его в жандарма. Жандарм, изогнувшись с седля, подхватил ребенка за ноги. Цыган окружили и погнали в город. В Бендерах мы остановились в маленькой гостинице. Принесли самовар. Хозяин пришел поговорить с нами. У окон собралось все местечко посмотреть на меня. Все это было так по-русски приятно. До концерта оставалось полтора дня. Времени было много, и я решил пойти на берег Днестра посмотреть на родину. Было часов восемь вечера. На той стороне нежно синели маковки церквей. Тихий звон едва уловимо долетел до моих ушей. Без бинокля было видно, как ходит по берегу часовой. Мирные стада пили воду у самого берега. Все это было невероятно, безжалостно, обидно, близко. Вот совсем рядом. Казалось, всего несколько десятков сожений отделяли меня от родины. Броситься в воду, доплыть. Никого нет, не поймают, мелькало в голове. А там? Там что? Часовой спокойно выстрелит в упор. И все. Кому мы нужны, беглецы, трусы, сбежавшие ночью? Кто нас встретит там? И зачем мы им? Остатки прошлого. Разбежавшиеся слуги барского дома. Нас засмеет любой деревенский мальчишка. А что мы умеем? Ничего. Что мы знаем? Чем мы можем быть полезны? Полы мыть и то не умеем. Я сел на камень и заплакал. Кирьяков увел меня домой в гостиницу. Не расстраивайтесь. Завтра концерт, сказал он. Придя в комнату, я закончил песню. А когда засыпают березы, И поляны отходят ко сну, О, как сладко, как больно сквозь слезы Хоть взглянуть на родную страну. Много переживаний и волнующих моментов Было у меня в Бессарабии. Прежде всего, милые люди, Не беженцы, сорвавшиеся со своих мест, Суматошные, растерянные, Двигающиеся по закону инерции, Еще не осознавшие свои огромные потери, Ищущие, сами не зная, чего им надо. А коренные, исконные русские жители Этих мест, люди нашей, русской земли, Никуда с нее не убегавшие. Волею судеб они попали под чужую власть, Под иго невоевавших победителей, Жадно набросившихся, Насвалившийся им с неба богатый край. Эти люди не забыли своей родины, Они думали о ней, Терпеливо ждали своего освобождения И верили в него, Считая, что власть завоевателей Временно, случайно и скоро приходящая. Они посещали мои концерты, Приходили ко мне, Говорили со мной. В моем лице они видели Не только артиста, Но и часть своей родины, Человека, который привез им Искорку родного искусства. Они старались объяснить Не понимавшим меня румынам, Кто я и что я, О чем я пою. Они искренне гордились мной. А во всех этих городках и местечках По приказу из Кишинева Уже следили за мной. На концертах сидели сыщики, Начальники и сигурант, чиновники. Они внимательно наблюдали за мной и публикой, Стараясь вникнуть в тайный смысл моих слов. Наблюдали, как реагирует взволнованная аудитория И нервничали в виде слишком горячей прием. Как-то в Аккермане Мой концерт посетил сам комендант города. Он сидел в первом ряду, В полной парадной форме И не понимал, за что мне так аплодируют. В конце концов, он не выдержал. Скачив со своего места, Он повернулся лицом к публике И, стуча по полу своим палашом, В бешенстве закричал по-румынски. Что он поет? Я требую, чтобы мне объяснили, Что он поет. Отчего здесь все с ума сходят? Голоса у него нет, в чем дело? К нему подошли какие-то люди, Пытались ему объяснить. Полковник был в ярости. Это неправда, кричал комендант. Он большевик. Он вам делает митинг. Артистам не делают демонстративных оваций. Вот тут он был прав. Овации были действительно демонстративными. И не потому, что я уж так изумительно пел, А потому, что я был русский, И, следовательно, свой запрещенный. Шаг за шагом, город за городом, Не минуя даже маленьких местечек, Я катил по Бессарабии, Напоминая людям об их языке, Об искусстве их великой родины. О том, что она есть и будет. А вместе со мной, как снежная лавина, Катился все увеличивающийся ком доносов, Рапортов со всех мест, Где ступала моя нога, Где звучал мой голос. Публика была возбуждена, Ко мне тянулись сердца. Меня благодарили чуть не со слезами на глазах, За то, что приехал, За то, что привез русское слово, Что утешил, успокоил. Воистину, это окрылило меня. У меня открылись глаза. Это было и радостью, и наградой. Дороги в Бессарабии ужасны. Шоссе есть только в некоторых местах, И то небольшими кусками. А в основном старые русские почтовые тракты, Мощенные булыжниками и полуразваливанием. Ездить по этим дорогам невозможно. Езда вытряхивает душу. И мы старались, избегая их, Пробираться проселочными дорогами. Три или четыре правительства Получали ассигнования На постройку шоссе в Бессарабии. Но каждый раз деньги эти исчезали, Растаив по карманам начальствующих лиц. А шоссе мирно дремали, Зарастая клевером, крапивой и бурьяном. В Румынии такой порядок. Вот к власти приходит какая-нибудь партия. Приходит она в полном составе, То есть от премьер-министра до ночного сторожа. Все места по всей стране занимают люди, Только данные партии, Их родственники и протеже. Поправив страной два-три года И насосавшись денег, Партия сама отваливается, Как пиявка, Или ее сваливает следующая, Идущая ей на смену. Следующая опять приходит В своем собственном полном составе, От премьер-министра до ночного сторожа, Со сродниками и сочадами. Поэтому в Румынии нет ни одного чиновника, Который прослужил бы больше двух-трех лет. И, вероятно, поэтому, Зная свой краткий век мотылька, Румынские чиновники берут с кого можно И сколько можно, Стараясь сколотить побольше денег За время своего царствования. Кое-как, раздавая взятки направо и налево, Мы закончили наше турне И через две недели вернулись в Кишинев, Где намеревались дать еще несколько концертов, А затем ехать в Польшу. В Кишинев приехали к вечеру. Наскоро поужинав в отеле, Я лег и уснул, как убитый. В пять утра в номер постучали. Кирьяков открыл дверь. На пороге стояли жандармы. Пожалуйте в управление. Я быстро оделся. Кирьяков, сообразив, что дело дрянь, Бросился в город предупредить моих друзей. Самыми влиятельными из них были Директор банка Чаркес И Николай Николаевич Кадрян, Директор бессарабских железных дорог, Милейший русский инженер, Бессарабец по рождению, Умница и большой дипломат. Через полчаса оба они были уже в управлении, Обеспокоенные случившимся. Меня ввели в кабинет к ротмистру. Он указал на стул. Подайте мне дело Вертинского, Коротко распорядился он. Я с изумлением и тревогой смотрел На толстую, солидную папку До отказа набитую бумагами. Потом я узнал, что все это были Донесения из провинции обо мне И моих концертах, Наскоро состряпанные местными агентами. Я тупо смотрел на папку. Разговор велся по-французски. Вы большевик? В упор глядя на меня спрашивал ротмистр. К сожалению, нет. Почему к сожалению? Потому что, если бы это было так, Я пел бы у себя на родине, А не ездил бы в такие дыры, как Кишинев. Ответ не удовлетворил ротмистра. Вы занимаетесь пропагандой, Крикнул он, стуча кулаком по столу. — Укажите мне, в чем она заключается. Вы поете, что Бессарабия Должна принадлежать русским. Неправда, я этого не говорил. Он ткнул мне в лицо перевод песни. — Я не читаю по-румынски, — отвечал я, — И не знаю, что здесь написано. Я знаю только то, что я написал. Ротмистр злился. Он грозно потрясал в воздухе Текстом моей песенки В степи молдаванской. — Да-да, конечно, Вы маскируете смысл. Но все понимают, Что вы хотите сказать. — Было бы странно, Господин ротмистр, Если бы я пел так, Чтобы меня не понимали. — Вы советский агент! Раздражаясь все больше, Кричал он. — Вот здесь мне доносит, Что вас засыпают цветами. Вы разжигаете патриотические чувства у русских. Вы обращаетесь с речами. — Никаких речей я не говорю. Я запрещаю ваши концерты. Как вы попали сюда? Кто дал вам визу? Допрос длился час. Резолюция была коротка. Выслать из пределов Бессарабии В старое королевство. Я мог выбирать любой город в Румынии. Я выбрал Бухарест. Напрасно хлопотали мои друзья, Нажимая на связи и знакомства. Ничего сделать нельзя было. Самое удивительное, что деньги, Всесильные в Румынии деньги, На этот раз не помогли. Тут был какой-то секрет. Совершенно ясно, что дело о моем большевизме Было мне пришито. Настоящая же причина крылась в чем-то другом. После нескольких дней напрасных хлопот друзей, Во время которых меня ежедневно в пять утра Таскали на допрос в различные учреждения, Я, наконец, догадался рассказать друзьям историю с шансонеткой. После этого все стало окончательно ясно для них и для меня. Я осмелился отказать любовнице самого кишиневского диктатора, Всесильного в Бессарабии генерала Поповича. В ту же ночь в вагоне третьего класса я был отправлен в Бухарест, В главную сигуранцу в сопровождении тех же знакомых личностей, В потертых пальто, которым мы давали по десятке. От нечего делать я разглядывал их. Личики у них были прелестные. Я говорю «личики», ибо они были именно небольшие и необычайно скромные. Скромные прически бабочкой, желтые усики, красные некрупные носы, Пухлые, чуть обиженные губки. И вот только глазки наводили на некоторые сомнения. А так все было бы хорошо. И таких людей можно было бы принять за самых обычных. Поезд постукивал, вагоны покряхтывали, паровоз свистел. Мимо нас проплывали кукурузные поля, леса, небольшие станции. Мы вытащили из корзинки курицу и яйца, данные нам на дорогу добрейший мадам Кодрян. Сыщиков послали за бутылкой вина и устроили завтрак. Завтраком накормили и их, товарищи по несчастью. От крепкого бессарабского вина сыщики скоро осоловели и через час заснули, Блаженно захрапев в углах вагоны. Мы с Кирьяковым пошли в вагон-ресторан пить кофе. Там нас и отыскали часа через два проснувшиеся сыщики. Радость их была неописуема. Они, вероятно, думали, что мы сбежали. Но бежать было некуда и незачем. Мы продолжали свой путь мирно до самого Бухареста, честно делясь папиросами и пищей со своими спутниками. Ровно в восемь утра наш поезд остановился на Бухарестском вокзале. К девяти часам утра сыщики привели нас в сыскное. Собственно говоря, одного меня, ибо Кирьяков был свободен. Меня принял толстый, упитанный румын, начальник Сигуранцы. Прочитав сопроводительные бумаги, он кивком головы отпустил сыщиков. Кирьяков остался в коридоре, ухмыльнулся и задал мне только один единственный вопрос. «Деньги есть?» «Есть», — ответил я. «Сколько?» В кармане у меня лежало пятьдесят тысяч лей. Это было все, что я заработал от концерта. Он взял деньги, внимательно сосчитал их, взял мои часы, портсигар, еще какие-то мелочи из карманов, потом велел снять воротничок и галстук, как с настоящего бандита, спрятал все это в шкафчик и дал мне номер шестьдесят три. «Вы арестованы, пока здесь, при Сигуранце, впредь до особого распоряжения», — сказал он. «На все мои попытки выяснить, за что я арестован, он отвечал, — это не наше дело. Меня отвели в подвал, где уже сидело несколько воров, задержанных тоже впредь до выяснения. Это была большая комната, уставленная до половины партами, как в школе. Здесь читались лекции сыщикам, здесь их учили всей премудрости ремесла. Проходили дни, утром давали кипяток, обед мне приносил Кирьяков, вечером опять кипяток и хлеб. Воры были пресимпатичные, несколько поляков, бессарабы. Все они говорили по-русски, да к тому же еще были моими поклонниками. По вечерам они просили меня петь. Петь свои песни мне не хотелось, и я обычно начинал какую-нибудь русскую народную песню, вроде «То не ветер ветку клонит» или «Ермака», или, чтобы попасть им прямо в сердце, «Александровский централ». Я знаю и люблю русские песни, звонкие, печальные, протяжные и заливистые, пронизывающие все ваше существо сладчайшей болью и нежностью, острой, пронзительной тоской, наполняющей до краев ваше сердце любовью к родной земле и тоской по ней. Славно пели воры, не спеша, пропевая и протягивая каждое слово песни. Так могут петь люди только в неволе, когда все равно уйти нельзя и некуда, когда времени много, и оно гибнет. Люди на свободе не могут так петь. Они все торопятся куда-то, а тут пели любовно и бережно. Осторожно подходили к ноте, к фразе. Точно у них в сердце она давно уже была обдумана, пережита, перепета и обласкана. «Страшная великая сила» — русская песня. «Все мужество, всю терпимость, всю гордость народа, всю его глубочайшую мудрость отражает она. С ней и работа легче, и горе тише, и смерть не страшна. Однажды утром дверь нашей камеры школы открылась, и к нам вошел новый пассажир, элегантный, сравнительно молодой еще человек, который при ближайшем знакомстве оказался знаменитым международным вором Вацаком. Наш новый товарищ был приятнейшим и милейшим парнем, веселым и добрым. Помимо того, что он был с полицией и сегуранцией, что называется, на «ты», он оказался еще и очень богатым. И хотя денег у него, как у всякого арестованного, не могло быть, тем не менее ему сторожа приносили все, что он заказывал. У него, как у всякого большого вора, имелся собственный адвокат, и, вероятно, он и оплачивал все его счета. У нас сразу появились вино и еда в неограниченном количестве, и даже сигареты. Как настоящий джентльмен, Вацак широко угощал своих младших коллег, честно деля между ними все, что присылалось ему. Перепадало и мне с его барской руки. Ко мне он сразу почувствовал симпатию, и мы начали подолгу разговаривать на разные темы. Воры буквально благоговели перед ним. Это был настоящий премьер. Красивый, воспитанный, умный, а главное, удачливый в своей профессии. Мелочами он не занимался. Он работал только с банками. Его способ был следующий. Приехав в город, где его никто не знал, он приходил с помощником в самый большой банк в деловое время. В руках его всегда был большой портфель. Быстро оглядев зал и учтя положение, он спокойно и решительно подходил к тому окошку, где кто-нибудь получал крупную сумму денег, артельщик или владелец фабрики, для расплаты с рабочими. Став рядом с ним, он раскрывал свой портфель, ища в нем какие-то бумаги. Артельщик пересчитывал деньги. В это время помощник Вацико, проходя мимо, незаметно ронял на пол около артельщика пачку денег. Потом вежливо трогал его за плечо и любезно говорил, «Простите, вы, кажется, уронили деньги». Артельщик оглядывался и, нагнувшись, подымал пачку, благодаря за любезность. Этого момента Вацико было достаточно, чтобы перебросить в свой уже открытый портфель несколько крупных пачек денег. После этого он в тот же день исчезал из города. Комбинация была чистая и смелая. На этот раз он тоже не попался, но во время обыска агенты-сигуранцы нашли у него 200 тысяч лей. Теперь их интересовало, откуда у него эти деньги. «Я могу хоть сегодня уйти отсюда», — со смехом говорил Вацик. «Они не могут доказать ничего, потому что я достал их даже не в Румынии. Мой адвокат докажет им, что в течение этого месяца в Румынии не было ни одного ограбления банка. «Они просят пятьдесят тысяч, чтобы отпустить меня, а я копейки не дам этой сволочи». И он заразительно хохотал. «Подержит еще пару дней и выпустит. Ничего со мной они сделать не могут». По ночам я пел ему блатные песни, клавиши, централ и другие. Он слушал меня часами и вздыхал. «Я люблю блатные песни, и вообще песни простые, душевные под гармошку». На этой почве мы сдружились. «Если я тебе смогу быть полезным», — сказал Вацик. «Когда выйду отсюда, ты скажи, что тебе надо. Я помогу с удовольствием». Я поблагодарил его. Мне ничего не было нужно. Через две недели, однажды утром, меня вызвали наверх. «Вы свободны», — сказал мне толстый начальник. «Можете ехать или оставаться в Бухаресте. Всюду, кроме Бессарабия». Я кивнул головой. «Вот ваши вещи. Передо мной лежали галстук, портсигар, гребешок, мелочи, но денег не было». «А деньги?» — спросил я. Лицо начальника выразило максимум изумления. «Деньги? Какие деньги?» «Пятьдесят тысяч лей», — ответил я. Начальник строго глянул на меня. «И так вы утверждаете», — откашлившись, медленно проговорил он, «что у вас было пятьдесят тысяч лей». «Так я вас понял». Я опять кивнул. «Стало быть, эти деньги у вас пропали?» «Да». «А-а-а», — задумчиво протянул. «В таком случае мне придется задержать вас еще на некоторое время, пока мы не произведем расследование». «Я понял». «Извиняюсь, господин начальник, я совсем забыл. Я их оставил дома, на комоде». «Так-то будет лучше», — сказал он. «До свидания». Я улыбнулся и вышел. Выйдя из сигуранции, я стал соображать, что же делать дальше. «Деньги у меня отобрали, петь было негде. В Бессарабию нельзя, а в Бухаресте очень мало русских». «На целый концерт не хватит. Да и позволит ли мне этот концерт?» Пошарив в кармане, я наскреб двадцать лей. На эти деньги я сбрил отросшую бороду и усы, смог снять номер в маленьком отеле, где остановился вместе с Кирьяковым. Отмывшись и отоспавшись, стали думать, что делать. Через несколько дней Кирьяков нашел мне место. Он продал меня в Шантан одному греку. Шантан был третисортный и довольно грязный. В главном зале, правда, публика сидела на стульях и смотрела программу, а рядом был ресторан с ложами. Программа состояла из бесконечного числа румынских девиц, танцевавших все один и тот же танец, вроде казачка, но в разных костюмах и под разную музыку. Был еще куплетист с лицом мозольного оператора, дрессированные собаки и я. Оттанцевав свой номер, девицы входили в ресторан и садились гостям на колени. Там было открыто всю ночь. Я пел какую-то ерунду с веселыми припевами, старые цыганские романцы, вроде «Нет, не хочу», «Ямщик, гони, как яру» и так далее. Пел под оркестр. Румынам нравилось, они подпевали и раскачивались в такт песни. Я имел успех. Хозяин был доволен и положил мне пятьсот лей в месяц. Суммы этой было достаточно, чтобы не голодать и оплатить отель. А дальше? Что делать дальше? Надо было пробраться в Польшу. Мы с Кирьяковым не сомневались, что мое имя там сделает сборы, но как доехать, где взять денег. Одни визы и билеты туда, даже третьим классом, стоили около двадцати тысяч лей. Горизонтов у нас не было никаких. Оставалось ждать чуда. В Бухаресте был русский консул, собственно говоря, бывший консул. Румыны позволили ему жить в здании посольства и даже приглашали его на некоторые полуофициальные приемы. Фамилия его была Поклевский Козл. Вокруг него группировалась как раз та часть русской публики, которую я не любил. Эту группу составляли бывшие гвардейские офицеры, попавшие в Румынию, бессарабские помещики черносотенного толка, великосветские дамы из бывших фрейлин и жены генералов. Искать там какого-нибудь сочувствия или поддержки мне было не к лицу. Да к тому же я был не эмигрант, а греческий подданный Александр Вертидис, которому надлежало искать защиты у своего консула. Но на мою беду греческого консульства в Бухаресте не было. Да и не очень-то я стремился попадать на глаза своим консулам. Говорить по-гречески я не умею. Еще отберут того и гляди паспорт. Я молчал, как таракан, забившись в грязную щель второклассного отеля. От скуки мы с Кирьяковым бродили по городу, рассматривая его и изучая. Дни текли скучно. Уже третий месяц я пел в шантанах. Из маленького грязноватого театрика, в который меня устроил Кирьяков, я перешел в лучший, самый фешенебельный в городе, ночной кабак Аль-Казар, где выступали только заграничные артисты, и где пить шампанское было почти обязательно. Я уже получал полторы тысячи в месяц. Но все равно уехать на эти деньги было невозможно. На многое я насмотрелся и многому научился в этом шантане. Прежде всего этот кабак, а затем и последующие были для меня хорошей школой. До этого я был неврастенник, избалованный актер, любимец публики, который у себя на родине мог капризничать сколько угодно, мог петь или не петь по своему желанию, мог повернуться и уйти со сцены, если публика слушала недостаточно внимательно, мог менять антрепренеров, театра и города как угодно, мог заламывать любые гонорары и так далее. Все это сносилось очень терпеливо окружающими, которые, затаив дыхание, следили за робкими шагами моего творчества. Все наши актерские капризы и фокусы на родине терпелись с ласковой улыбкой. Актер считался высшим существом, которому многое прощалось и многое позволялось, и все это объяснялось странностями таланта, широтой натуры и так далее. Я-то еще тогда был молод и относительно скромен, хотя тоже позволял себе немало. А что творили другие? Их антрепренеры были настоящими мучениками. А сколько терпели от их характеров окружающие их люди, музыканты, актеры, помельче публика? От всего этого пришлось отвыкать на чужбине. А кабаки были страшны именно тем, что независимо от того, слушают тебя или не слушают, ты должен петь. Публика может вести себя как ей угодно. Петь и пить, есть, разговаривать, шуметь или даже кричать, а артист обязан исполнять свою роль, в которой он здесь выступает. Ибо гость святыня, гость всегда прав, он платит деньги, он может икать, рыгать и даже блевать, если хочет. Перед ним склоняется все. Но возьмем лучшее. Представим себе, что публика ведет себя скромно, не кричит, не разговаривает, не мешает артисту выступать. Все же иметь успех в кабаке гораздо труднее, чем в театре. Ибо в театр приходят, чтобы слушать, а в кабак, чтобы кушать, и пить, и танцевать, и любой посетитель может вам ответить, если вы будете на него в претензии за невнимание. Я пришел сюда из-за бифштекса или солянки, а не из-за вас, мой милый. Я не виноват, что вы тут поете и мешаете мне переваривать пищу. Я в кабаке, а не в театре, и не в церкви. И он прав. По-своему он прав. И я пел сквозь самолюбие, сквозь обиды, сквозь отвращения, сквозь хамство публики и хозяев, сквозь стук ножей и вилок, хлопани пробок, звон тарелок, крики, шум, визг, хохот, ругань и даже драки. Я пел точно и твердо, не ища настроений, не дрожа и не расстраиваясь. Как человек на посту. Я не искал успеха и не думал о нем. Я пел для мастерства, для практики, обтачивая и утончая детали, обдумывая каждую мелочь, спокойно, холодно и расчетливо. Я имел успех или не имел успеха? Это зависело не от меня, а просто от подбора публики и ее настроения. В кафе Капша на Кало Виктория лучшим кафе города собрались сливки эмиграции. Там Хагашо Когмят, сказал мне еще раз бессмертный князь Мурузи, попавший из Константинополя в Бухарест, отчасти по закону инерции, отчасти из-за своей неутолимой любви к еде. Русская аристократия любила покушать. Румынско-французское меню, Капша уже было переполнено русскими блюдами, которым научили дирекцию русские посетители. Бессмертными фамилиями Строгановых, Гурьевых и других гастрономических русских светил пестрели все карточки ресторана. Так бескровно, но неуклонно свершался величайший геологический сдвиг в желудках старой Европы, одно из крупнейших достижений того гордого и непримиримого класса эмиграции, который, как говорит пословица, сдается, но не умирает. Сидя в уютном кабинете ресторана, преисполненной любви к покинутой родине, тоскующей по ней и взыскующей ее, эмигранты начинали свои гастрономические скитания терпеливо, ласково и любовно, и тщательно. Для начала к столу подавали замороженные бутылки тройки русской заграничной водки. Усевшись в эти тройки, наши путешественники уже мчались по необъятной Руси. Первой воображаемой остановкой была Астрахань. Какую икру подавали там? А дальше, вдруг, капризно меняя маршрут, поворачивали в Москву. Какая селянка или уха ждали их, какие растягают. Потом посещали Украину или Кавказ, ели котлеты в Киеве, рябчика в Сибири, шашлык в Грузии. Запивали все это милым сердцу кисловодским нарзаном, которого было много в городе, или настоящим на Париуле и Цинандале, которое тоже импортировалось из советской страны. На сладкое ели петербургскую сладкую кашицу гурьев. После кофе подавали крымские виноград и персики, а иногда бывала возможность раздавить бутылочку ображки, как интимно звалось в этом кругу знаменитое шампанское наше Абрау Дюрсо. Да, эту эмиграцию нельзя было обвинить в недостатке патриотизма. И ни один французский, английский, итальянский или румынский желудок глухо содрогался по ночам после бурной атаки наших русских исконных блюд, рецепты, коих любовно создавались и завещались потомству старыми дворянскими родами. А наши окрошки, а ботвиньи со льдом, а борщ со свининой, а поросята с кашей. Ты понимаешь, с дрожью в голосе говорил мне киросир ее величества Жорж Сухомлинов, вот клянусь тебе, веришь или нет, без колебания, шутя, отдал бы свою жизнь за нашу знаменитую гатчинскую форель. Большое утешение и силу черпали люди этого круга в патриотизме своего желудка. И если бы не еда, жизнь на чужбине была бы для них тяжким и непосильным крестом. Однажды вечером, только что закончив свой номер, я сошел в зрительный зал. Был один из тех пустых вечеров, когда публика, точно заранее сговорившись, где-то блестяще отсутствовала. Меня всегда удивляло это. Где, на какой площади собираются эти люди, чтобы сговориться? господа, сегодня мы не пойдем в такое-то место. И не идут. Ни один не заглянет. Или наоборот. Вдруг точно после какого-то митинга, как из рога изобилия, начинает цыпаться публика. Как и где условились они прийти именно в этот вечер, загадка природы. И так было пусто. Несколько шансонеток лениво бродили между пустых столиков. Танцор Фарабони, худенький итальянский сутенер, ссорился с дежурной женой из-за плохо выглаженных шелковых сорочек. Музыканты делили вчерашнюю выручку, громко поминая худыми словами какого-то гостя, который много вещей заказывал оркестру, а дал мало. В вестибюле скрипнула дверь. На пороге показался метр дотель быстрым движением подвижного лица, сразу давший понять всем, что идет гость. Музыканты бросились к инструментам, девицы начали пудриться, красить губы, лакеи оправляли скатерти. Вошедший был высокий, очень элегантный мужчина в прекрасно сшитом темно-синем костюме с хорошим платком и галстуком. Пройдя по вестибюлю, он неспеша выбрал столик и сел недалеко от меня. Вынув золотой портсигар, он закурил, что-то объясняя лакею. Мне бросились в глаза его руки, бледные и узкие, с блестящими ногтями, и почему-то знакомые мне. Где я видел эти руки? мелькнуло у меня. Его лицо было в тени, и мне оставалось только рассматривать его хорошо выстриженный затылок и блестящие черные волосы, приглаженные ровной волной до затылка, как у аргентинских сжигало. Он заказал Мадеру и неожиданно обернулся. Вацик! радостно вскрикнул я. Это был он, мой приятель по неволе, международный вор, великолепный Вацик, удачливый, умный и веселый. Хелло! Он уже шел мне навстречу, протянув руки. Что ты здесь делаешь в этой трущобе? Поешь? Зачем и кому? Этой сволочи? Закидал он меня вопросами. Но они же тебя не понимают? Он смеялся и говорил, перебивая меня, как всегда напористый, насмешливый и уверенный в себе. Лакеи извивались перед ним, как уже перед укротителем. Это был настоящий гость. Через полчаса музыканты окружили его столик, наигрывая ему одесские блатные мелодии. Знаменитый Григораш, первый скрипач Румынии, играл ему прямо под кожу, в карман, в бумажник, туда, где лежали толстой новенькой пачкой банковские прессованные нераспечатанные еще тысячи в кокетливо-зеленой ленточке бандероли. И он швырял им деньги. Вацик был после удачного дела. Это я сразу понял. Через десять минут внизу у оркестра был накрыт стол человек на сорок. Вина, водки, закуски от края до края. За стол сели все артисты, музыканты и девицы, которые были в кабаре. — Накорми и напои их, — коротко приказал он метродотелю. Мы остались ужинать вдвоем за его столиком. Подали шампанское. — Как же ты отвязался от них, — спрашивал я, вспоминая Сигуранцу. — Через два дня после твоего ухода они выпустили меня за десять косых. И то я дал им из жалости. Мог ничего не давать. Он смеялся. — А ты? Что же ты намерен дальше делать? — спросил он. Я объяснил ему ситуацию. Денег нет, билеты стоят дорого. Вот пою пока здесь, а что будет дальше, не знаю. Он дружески похлопал меня по плечу. — Ничего, уладим. Сколько тебе нужно, чтобы уехать в Польшу? Я не хочу, чтобы ты служил в этом воровском притоне. Такой артист, как ты, не должен петь этим паразитам. Уезжай немедленно. Он вынул пачку ассигнации. Здесь тридцать тысяч хватит. Этих денег хватало с избытком. Я поблагодарил его горячо и искренне. Воистину это был благородный жест. «Вацик», сказал я, «мы еще встретимся в этом мире. Дай Бог, чтобы тебе везло так всю твою жизнь. Но если когда-нибудь в какой-нибудь стране ты попадешься и тебе будет плохо, разыщи меня, если я там буду, дай мне знать об этом. Я отдам все свои деньги, заложу все свои костюмы, одолжу у всех своих приятелей, достану, украду, но выручу тебя, чего бы мне это не стоило». Он улыбнулся и махнул рукой. «А, ерунда, мелочи! Что такое для меня деньги? Я не люблю их в кармане, они мешают работать. С ними только гуляешь вместо того, чтобы заниматься делом серьезно», пошутил он. В пять утра я расстался с Вацаком, а на другой день мы с Кирьяковым уже сидели в поезде, который уносил нас в Польшу. Я думал, что больше никогда не увижу румынскую землю. И все же еще одно более позднее румынское происшествие стоит здесь рассказать. Это было в 1930 году. Мы сидели в большом кафе в Черновицах, тогда еще принадлежавших Румынии. Этим городом заканчивалось мое гастрольное турне по Европе. В Румынии я оказался проездом в последний раз и утром должен был улететь в Париж. Мой старый приятель Петя Бароц, с которым я проводил свой последний вечер, хорошо знал и любил мир кулис. Актер из него не вышло, но театральным администратором он стал, чтобы хоть таким образом удовлетворить свою любовь к театру. Смытой волной революции он работал теперь бухгалтером в какой-то маленькой конторе. В кафе зажгли электричество, музыканты шумно настраивали инструменты и спорили, с чего начать. Вдарим по травиате, предлагал один. Лучше рванем сильву, возражал другой. За отдельным маленьким столиком невдалеке от меня сидела уже немолодая красивая женщина, устала, опустившая руки на колени. В ее позе было что-то обреченное. Она напряженно смотрела на входную дверь и вздрагивала от ее скрипов. «Смотри, Владеско!» неожиданно прервав наше молчание, сказал Петя. Я вернулся. В кафе входил толстый сияющий румын в светло-сером летнем костюме с гвоздикой в петлице. На мизинце его правой руки сверкал большой желтый бриллиант, какие обыкновенно носят карточные шулера. Он слащаво-любезно раскланивался с публикой, закатывая глаза, искали свои цыганские зубы с золотыми пломбами. К своему уже заметному животу он нежно прижимал футляр со скрипкой. Он продвигался к эстраде. «А какое это Владеско?» спросил я. «Тот, что играл в Вене?» «Да». Я вспомнил его. Это был один из пяти ресторанных знаменитостей королей цыганского жанра. У его скрипки был необычайно густой и страстный звук, нежный и жалобный, точно плачущий. Это был какой-то широкий переливчатый стон, исходящий слезами. Что-то одновременно напоминавшее и зурну, и плач на реках вавилонских. Для начала оркестр сыграл марш. Владеско не участвовал в этом. Как солист он стоял впереди оркестра, самодовольный и презрительный, и, манерничая, небрежно вертел в руках скрипку, точно разглядывая ее и не доверяя ей. Наконец, после всех этих ужимочек, подходцев и примерок, он снисходительно дотронулся смычком до струн. Страстная, словно изнемогающая от муки, полилась мелодия дойны. Звуки были смутные, горячие, до краев наполненные печалью. Казалось, из-под смычка лилась струя тяжелого, красного, как кровь, старого и густого вина. Его скрипка то пела, то выла, как тяжко раненый зверь, то голосила пронзительно и звонко, тоскливо умирая на высоких нотах. И еще порой казалось, что какой-то плененный раб, сидя в неволе, мучительно и сладко поет, словно истязая самого себя воспоминаниями песню своей несчастной родины. Изумительно, не выдержал я. Да, играть он, конечно, умеет, задумчиво протянул Петя. Эти дойны остались у них со времен турецкого владычества, подлинный стон народа. Владеска принимали горячо и дружно. С разных концов зала публика выкрикивала название своих любимых пьес, прося сыграть их. Официант уже нес музыканту на серебряном подносе посланную кем-то бутылку шампанского. А вот как человек он настоящая скотина, неожиданно сказал Петя. Расскажи мне о нем, попросил я. Петя неохотно заговорил. — Видишь вон ту женщину у эстрады? — спросил он, указывая на столик, где сидела замеченная мною красивая дама. Это его жена. Ну... Когда-то она была знаменитой актрисой. Сильвия Тоска. Ты слышал это имя? Весь мир знал ее, это была звезда. И какая звезда? Ему до нее было как до неба. А теперь? Теперь она бросила сцену. Из-за него, конечно, он ревновал. И что же дальше? Дальше он бьет ее, да еще при всех по лицу, когда пьян или не в духе. И никто не заступится? Нет. Кому охота вмешиваться в отношения мужа с женой? Ну, знаешь, ты как хочешь, а я набью ему морду, если он это попробует сделать при мне, возмутился я. И ничему это не поможет, ведь она же его любит, понимаешь, любит. Она для него всю жизнь свою поломала, отказалась от сцены, имени, богатого мужа, успеха. Он забрал ее бриллианты, деньги, славу, покой душевный. И вот видишь, таскается за ним по всем кабакам мира, сидит по ночам, ждет его. Я молчал, взволнованный этим рассказом. Постепенно зал затих. Владеско играл одну из моих любимейших вещей концерт царасата. Это было какое-то колдовство. Временами из-под его пальцев вылетали неприсущие скрипки, почти человеческие интонации, живые и умоляющие, они проникали в самое сердце слушателей. Как лунная голубая дорога, его мелодия властно влекла за собой в какой-то иной мир, мир высоких, невразимо прекрасных чувств, светлых и чистых, как слезы во сне. Я не мог отвести глаз от него. Он играл весь собранный, вытянутый, как струна, до предела напряженный и словно оторвавшийся от земли. Под градом катился с его лба. Огневые блики гнева, печали, боли и нежности сменялись на суровом лице. Обожженное творческим огнем, оно было вдохновенно и прекрасно. Он кончил, буря аплодисментов была ответом. Опустив скрипку с налитыми кровью глазами, ничего не видя, полуслепой Владеско уходил с эстрады, даже не кланяясь. Равнодушно и нехотя он возвращался на землю. Я оглянулся, Сильвия ждала его стоя. В ее огромных зрачках испуганной птицы отразился весь тот заколдованный мир, о котором пела скрипка. Серебряными ручейками по щекам катились слезы. Владеско подошел к своему столу. Она протянула к нему руки, ничего не видя и не слыша. Сноб красных роз, присланный ей кем-то из поклонников, лежал на столе. Он сбросил его на пол и упал в кресло. Большим шелковым платком Сильвия отирала пот с его лица. Постепенно оно принимало обычное выражение. Да, мечтательно сказал Петя, улыбаясь куда-то в пространство. Но когда он играет концерт Сарасате, в голове у меня бешено крутились строчки. Так родилась песня. Прошло года три. За это время я успел побывать во многих странах. Пел в Александрии, Бейруте, в Палестине, был в Африке, где снимался в кинофильме. В этот сезон я начал свое концертное турне с Германией. Первые гастроли были назначены в Берлине. В прекрасном и большом блютнерзале, отделанном палисандровым деревом и звучащем как резонатор виолончели, петь было приятно и интересно. В моей программе было много новых вещей. Был в ней и концерт Сарасата, как я назвал песню, рожденную в Черновицах. Песня имела успех, ее уже знали. В день концерта у меня в отеле появился Петя Баррц. Он был в Берлине проездом, направляясь в Дрест. Мы разговорились. «Знаешь, кто тут играет в водонотеле?» Неожиданно вспомнив, спросил он. «Кто?» «Владеско. Помнишь? Тот». «Я слушал его вчера и сказал ему, между прочим, что ты написал о нем песню». «Напрасно», сухо заметил я. «Он не стоит песни». «Он был страшно заинтригован», продолжал Петя, словно не слыша моих слов, «И сказал, что сегодня обязательно будет на твоем концерте». На этом разговор кончился. Мы распрощались до вечера. Огромный блютнер-зал был переполнен. В этот вечер я был в приподнятом настроении. Перед началом концерта заглянул в дырочку занавеса. Владес Владес сидел в первом ряду. Рядом с ним в простом и строгом платье сидела Сильвия Тоска. Владес раскланивался. Его жирное круглое лицо сияло, как начищенный медный таз на солнце. Он пришел слушать свою песню. «Подожди же!» Злорадно и весело подумал я. «Ты у меня еще потанцуешь». Ждать ему пришлось долго. Концерт Сарасаты стоял последним в программе. Владес слушал внимательно и слегка удивленно. Как артист редко свободный от кабацкой работы, он, по-видимому, не бывал на концертах других артистов и, кроме самого себя, вероятно, редко кого-нибудь слушал. Всем своим видом и горячими аплодисментами он старался дать мне понять свое удовлетворение от моего искусства. Но я был сух. Ни улыбкой, ни поклоном не выражал ему никаких своих симпатий или благодарностей. «Подожди, подожди!» Весь концерт я пел, стоя точно посреди эстрады, но когда дошел до последней песни, я назвал ее, демонстративно резко перешел на правый конец эстрады и остановился прямо против его места в первом ряду. Аккомпаниатор сыграл вступление. Я начал. «Ваш любовник скрипач, он седой и горбатый, он вас дико ревнует, не любит и бьет. Но когда он играет концерт царасата, ваше сердце как птица летит и поет». Я пел, глядя в упор, то в его глаза, то в глаза Сильвии. Владеско слушал в смертельном испуге. Глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит. Он весь как-то съежился, почти вдавившись вглубь кресла. Он вас скомкал, сломал, обокрал, обезличил. Слова били как пощечины. Он прятал лицо, отворачивался от них, пытался закрыться программкой, но они настигали его, жесткие, точные и неумолимые, предназначенные только ему, усиленные моим гневом, темпераментом и силой интонации. И когда вы, страдая от ласк хамоватых, тихо плачете где-то в углу, не дыша, он играет для вас свой концерт сарасатэ, от которого кровью зальется душа. А-а-а! Сквозь песню донеслось до меня. А-а-а! Он стонал от ярости и боли, уже не владея собой, закрыв лицо руками. Я допивал песню. Безобразной, ненужной, больной и брюхатой, ненавидя его, презирая себя, вы прощаете все за концерт сарасатэ, иступленно, безумно и больно любя. Мои руки, повторявшие движение пальцев скрипача, упали. В каком-то внезапном озарении я бросил наземь воображаемую скрипку и в бешенстве наступил на нее ногой. Зал грохнул, точно почувствовав, что сейчас уже не концерт, а суд, публичная казнь, возмездие, от которого некуда деться, как на лобном месте. Толпа неистовствовала, стучали ногами, кричали, свистели и ломили стеной к эстраде. У него даже не было сил подняться. За кулисами уборная моя была полна людей. Друзья, знакомые и незнакомые, актеры и актрисы, музыканты и журналисты и просто люди из публики заполняли ее. Я едва успел опуститься в кресло, как в дверях показалась фигура в ладеско. Он шел на меня вслепую, ничего не видя вокруг, разъяренным медведем, наступая на ноги окружающим и расталкивая публику. Все замерли. Сейчас будет что-то ужасное, мелькнуло у меня. Я встал. Одну минуту мы стояли друг против друга, как два зверя, приготовившихся к смертельной схватке. Он смотрел мне в лицо широко открытыми глазами, белыми от ярости и тяжко дышал. Это длилось всего несколько секунд. Потом что-то дрогнуло в нем. Гримаса боли сверху донизу прорезала его лицо. «Вы убили меня! Убили!» бормотал он, задыхаясь. Руки его тряслись, губы дрожали. Его бешено колотила нервная дрожь. «Я знал, я понял, я... но я не буду, слышите, не буду!» внезапно и отчаянно крикнул он. Слезы ручьем текли из его глаз. Дико озираясь вокруг, он точно искал, чем бы поклясться. «Плюньте мне в глаза! А, слышите, плюньте! Сейчас же мне будет легче!» И вдруг, точно сломавшись, он упал в кресло и зардал. «Польша!» К этой стране у меня всегда была какая-то нежность. Может быть, потому что в моих жилах несомненно течет некоторая доза польской крови. Людей с моей фамилией я в России не встречал. Зато в Польше она попадалась мне более или менее часто. Правда, там она произносится иначе. Поляки говорят «пан вертинский» или «пан вертинский». Но это уже вопрос произношения. Какой-нибудь прадед у меня наверное был поляком. Кроме того, Россия и Польша издавна связаны острым взаимным интересом. Адам Мицкевич, Шопен, Винявский, Генрих Синкевич, Пшебышевский оказали большое влияние на русскую литературу и музыку. Польские артисты Дыга, Сорда, Ковецкая, Неверовская, Щавинский были у нас в большом фаворе. В русских гвардейских полках служило много поляков. Многие польские блюда крепко вошли в обиход нашей российской кухни. А польские женщины считались у нас самыми интересными женщинами. И поэт Константин Бальмон писал о них «Нежнее, чем польская панна, и значит нежнее всего». Вот со всей этой подготовкой я приехал в Польшу. Сразу тепло принято и публикой, и прессой я пришел в себя, вздохнул полной грудью, в родственной нам славянской стране. Конечно, писать о своих успехах неудобно, и звучит это всегда как-то по-актерски провинциально, но все же я должен сказать, что принимали меня поляки, что называется по-царски. Я приезжал в Польшу несколько лет подряд. Я объехал с концертами почти всю страну. Варшаву, Лодсь, Краков, Познань, Львов, Белосток, Пинск и десятки больших и маленьких городов я объезжал по два-три раза и везде встречал восторженные отношения к своему искусству. Помню, как один из моих новых польских знакомых с горечью говорил мне. Вот видите, пан Вертинский, на концерты наших польских артистов они, то есть публика, так не ходят. А почему? Чтобы утешить его, я говорил ему, что когда польские артисты приезжали в Питер или Москву, то билеты также невозможно было достать, и конная полиция разгоняла народ. После того, как я написал свою пани Ирену, меня окончательно признали. Влияние России, как старшей славянской сестры, всегда было в Польше огромным. Какие бы счеты у поляков ни были с царской властью, все равно в глубине души почти все они любили Россию. Я помню, как одна польская дама сказала мне, вот, видите, у меня на пальце кольцо. Это медальон с портретом Костюшка, я ношу его всю жизнь. И я польская патриотка, понимаете? И все-таки, когда я слышу русскую речь, русскую поэзию, русскую музыку, русское пение, я готова плакать от восторга. Лучшие польские актеры Стемповский, Антон Фертнер, Цвеклинская, Вальтер, Майдрович, Самосарская, Щевинский приходили ко мне за кулисы с дружеским товарищеским приветом. Молодые польские литераторы Лехань, Слонимский, Тувим и другие приняли меня в свое общество и часто в старой землянской коверне, где собирались они ежедневно, у них наворачивались слезы на глаза, когда я читал им Ахматову, Блока, Аннинского. Единственная оппозиция, которую я встретил в Польше, шла от русских эмигрантов. В Савенковской газете «За свободу» Дмитрий Философов, даже не посетив ни одного моего концерта, покрыл меня худым словом. Но русская и польская молодежь, работавшая в этой же газете, горячо заступилась за меня. Началась полемика. Молодежь напирала, через месяц философов, вынужденный сдаться, недоуменно спрашивал. «В чем же дело, господа? Когда большевики посадили в тюрьму патриарха Тихона, все молчали. А когда я осмелился тронуть Вертинского, так подняли такой шум, как будто я оскорбил их в самых лучших чувствах. Так оно и было. Потому что я был с ними, с теми, кому больно, кому тяжело, кто любит родину и тоскует по ней. Я был с массой, с толпой. Один из умнейших и культурнейших критиков моих, известный писатель, философ Всеволод Иванов, писал обо мне в Шанхае. «Толпа всегда умна, а Вертинский всегда с толпой, поэтому вместе с ней умен и Вертинский». Да, мое искусство было отражением моей эпохи. Я был микрофоном ее. Я каким-то чутьем отгадывал самое главное то, что у всех на уме, ее затаенные мысли, ее желания, верования. Часто задолго вперед. И когда меня ругали за упаднические настроения, то вина была не во мне, а в эпохе. С этих настроений и началось мое творчество. Меня корили ими очень долго разные мелкие и крупные журналисты, еще тогда в предреволюционной Москве, и ругали меня до тех пор, пока не пришел однажды большой человек Влас Дорошевич и не написал черным по белому в большой газете того времени русском слове. Те упреки, которые бросают Вертинскому, относятся не к нему, а к его слушателям. Вертинский только зеркало своей эпохи, и нечего пенять на зеркало, коли рожа крива. Итак, моя оппозиция в Польше проиграла. А поляки вообще недоумевали, за что меня ругает русская газета, если я такой единственный в своем роде русский артист и к тому же их соотечественник. Приходилось долго объяснять, что такое эсеры Савенковского лагеря, их отношение к СССР вообще и ко мне, подчеркивающему свои чувства к Союзу в частности. Но эта капля яду не отравила моего прекрасного душевного состояния. Польша и ее русское население, истосковавшись по русскому языку и русской музыке, готовы были плакать от любой песни, от любого русского слова. И думаю, что если бы я даже пел в десять раз хуже, чем пел тогда, то все равно имел бы огромный успех. За несколько лет у меня образовался довольно большой круг друзей и почитателей. Радзивиллы, Потоцкие, Чарторийские, Замойские, Белосельские, Пятеры и вся польская аристократия, когда-то служившая при дворе, обожавшая тогдашний Петербург, не могла еще вытравить из своего сердца воспоминаний о нем и о России. Единственная славянская кровь была крепкой спайкой между двумя братскими народами Польши и России. И как не ворчали старые польские паны, припоминая давние обиды, как не хмурились их лбы при первом знакомстве со мной, стоило мне где-нибудь за столом, за стаканом вина запеть самую обыкновенную русскую народную песню, и разглаживались морщины, расправлялись усы, зажигались улыбки, зажигались глаза. И часто подпевали мне старые польские паны, мечтательно запрокинув седые головы и вспоминая прошлое. За эти приезды в Польшу через мою уборную прошли тысячи людей всяких профессий и всех слоев общества. Бывали у меня адвокаты, народные учителя, профессора и рабочие, офицеры и ксензы приходили меня послушать чиновники, купцы, помещики. Евреи, которыми были густо населены крессы, были моей главной аудиторией. Они раскупали билеты еще задолго до концерта. Все эти люди не довольствовались только моим пребыванием на эстраде, а шли за кулисы посмотреть, пожать руку русскому артисту, вспомнить о России, как будто через это рукопожатие они соприкасались с ней. И у всех, и у каждого было, что вспомнить хорошего и светлого о моей родине. Здесь мне хочется сделать маленькое отступление. Уже в самом начале своего артистического зарубежного пути я заметил, что в сложившейся ситуации артист, тем более артист с именем, представляющий собой такую большую и такую интересную для всех страну, как Россия, должен быть не только узким профессионалом, а чем-то большим. Невозможно передать все разнообразие вопросов, на которые приходилось отвечать мне разным людям во время моих скитаний по миру. О чем только меня не спрашивали, каких только вопросов мне не задавали, и на все я должен был отвечать, терпеливо выслушивать абсурднейшие мнения, глупейшие убеждения. Грязная ложь об СССР, которые кормили за границу эмигрантские газеты, конечно, делали свое дело, и приходилось часто чуть ли не надрывать свой голос, чтобы доказать какому-нибудь иностранцу, что в СССР, к примеру, не едят детей. Не знаю, поверят ли мне читатели, но в Филадельфии на банкете мне пришлось объяснять одному уважаемому и сильно подвыпившему сенатору, укусившему артистку комиссаржевскую за грудь, что у нас в СССР кусаться не принято. Он был искренне поражен и огорчен. Я слышал, что это ваш русский обычай, извиняясь, говорил он. Иностранцы не понимали многого. Англичане, например, не могли себе представить, как можно жаловаться на свою родину. Для них это было невероятным шокингом. Мы не жалуемся на родину, мы жалуемся на большевиков, доказывали эмигранты. А что такое большевики, спрашивали англичане. Большевики это правительство, насильно взявшее власть в свои руки, отвечали эмигранты с соответствующими подробностями, описывая ужасы большевистского правления. У нас в Англии тоже есть оппозиция правительству, задумчиво говорили англичане. Однако мы никому не жалуемся ни на свою родину, ни на свое правительство. Как-то потеряв терпение, я в одной из своих песен сказал «И еще понять беззлобно, что свою, пусть злую мать, все же как-то неудобно вечно в обществе ругать». Какую бурю возмущения вызвала эта песня, какой грязью обливали меня газеты. В польских театрах шли русские пьесы, в журналах, еженедельниках и газетах сплошь и рядом печатались переводы русских авторов. В книжных магазинах было сколько угодно русских поэтов и писателей на польском языке. А когда в Варшавской филармонии был объявлен конкурс Шопена, первый приз, да и второй, кажется, взяли русские пианисты, приехавшие из Советской России. Помню, скрипач и композитор Млынарский говорил мне в фойе во время концерта, «Мне делается страшно, когда я думаю, какие возможности таяться в русских. Ведь вот я столько раз слышал Шопена, но такого Шопена я еще никогда не слыхал». А победители скромные худые юноши застенчиво кланялись и словно спешили скорее отвязаться от оваций, которыми их награждала публика, и считая, что так и надо, что ничего тут особенного нет, торопились стушеваться. В то время Варшава кипела, магазины были завалены французскими, английскими и немецкими товарами. Великолепные кавярни и цукерни, где подавались пончики и пирожные, были с утра до вечера переполнены нарядными щебечущими польками. В ресторанах подавали все изыски польской кухни, так похожей на русскую, и чего там только не было, вплоть до диких кабанов и медвежьих окораков из Беловежской пущи. В Варшаве было много военных. Их разнообразная блестящая форма, шпоры, палаши, эпулеты, напоминала времена старого Петербурга. Петербурга блестящих гвардейских полков, балов и кутежей. И вообще Польша того времени еще жила по-старинному. Мужчины стрелялись на дуэлях из-за женщин. В театрах балеринам и премьершам еще подавали на сцену корзины цветов, в рост человека или коробки конфет, величилой сломберный стол. Богатые помещики жили за границей три четверти года и проигрывали в Монте-Карло целое состояние. Все это было странно мне, уже отвыкшему от этой ушедшей жизни, на которую и в России, правда, я глазел только издали. Газеты издавали на самый парижский лад, и было их множество. Депутаты все ими горячились, кричали и стрелялись порой из-за разницы во взгляд. Польские женщины, томные, нежные, влюбчивые и коварные, кружили голову и молодым, и старым. И нередко можно было слышать, а то и читать в газетах о том, как какой-нибудь родовитый польский магнат, женился в 60 лет на 18-летней балерине и лихористке из Ребю. Эмиграция наша в Варшаве была не особенно заметна. Вероятно, потому, что все стремились в Париж и в Польше не задерживались, а может, еще и потому, что получить право на проживание в этой стране было необычайно трудно. Во всяком случае, никаких видных фигур не было. Я помню председателя комитета Семенова, добрейшего и безвредного старика, который любил покушать и поиграть в бридж, и еще две-три малозначительные фигуры, фамилии которых я и не запомнил. Газета «За свободу», которую, как я уже говорил, издавал Дмитрий Философов, влачило жалкое существование. И если бы не субсидия правительства, давно бы скончалась. В кафе у Люрса, внизу в бильярдной, писатель Арцебашев ежедневно играл с желающими по нескольку партий и давал большие форы, так как играл он превосходно, но партнера себе найти не мог. По этой причине играл с маркерами. Был он уже старый, почти глух, приходилось кричать ему в самое ухо. Встретив меня по приезде, он сказал, «Читал, что ты теперь замечательно поешь. Приду, приду тебя посмотреть». Слово «послушать» он так и не сказал, ибо слышать меня он уже не мог. На главной площади города разбирали русский православный собор. Собор этот большой и громоздкий был воздвигнут при Николае Втором и занимал самый центр Варшавы. Полякам он мешал, ибо был как бельмо на глазу. Потом на месте собора поставили памятник Понятовскому. Как-то после концерта мне пришлось познакомиться с одним видным в Польше человеком. Это был Андрей Вержбицкий, депутат Сейма и председатель Союза Промышленников Польши. Этот человек очень много помог мне. Все те трудности, которые чинили власти иностранным артистам, в смысле визы на въезды и право работы, были мне значительно облегчены благодаря его вмешательствам. Он был искренним любителем русского искусства и отличался широким гостеприимством как настоящие поляки. На Россию он смотрел как на старшую сестру Польши и считал, что у русских надо учиться многому. Он первый поднял вопрос об отправке торгово-промышленной делегации в СССР и сам стал во главе ее. Вернувшись из поездки, он горячо ратовал за сближение двух этих стран. Каждый свой последующий приезд в Польшу, я встречался с ним, вел переписку, и наша дружба крепла все более. Однажды у него в доме за ужином я познакомился с нашим послом в Польше Войковым. Было очень немного приглашенных, и после ужина Вершбицкий попросил меня спеть. Я с удовольствием согласился. Тут же вызвали пианиста и устроили небольшой концерт. Мне было приятно петь своему русскому человеку оттуда с Родины, как будто я пел дома для своих русских на своей земле. Когда я кончил петь, Войков подошел ко мне. Почему, Вертинский, вы не возвращаетесь на Родину? спросил он. Кое-как, довольно жалко, пустыми, беспомощными словами, страшно волнуюсь, я начал что-то сбивчивое и путанное объяснять ему. Объяснять, собственно говоря, было нечего, и без слов все было ясно. И Войков понял меня. «Приходите в консульство, поговорим обо всем и сделаем все, что можно», сказал он. У меня сразу стало легко на душе. Это был 1922 год. Я, впервые заполнив соответствующие анкеты, обратился с просьбой разрешить мне вернуться на Родину. К моему прошению была приложена еще и личная резолюция посла, составленная вполне благожелательно для меня. Советское правительство в просьбе моей отказало. Пишу я это для того, чтобы объяснить, как давно осознал я свою ошибку и как давно уже стремился ее исправить. Путешествуя из города в город, я встречался с самыми разнообразными кругами польского общества, от самых левых до самых правых монархических. Нейтральная маска актера позволяла мне входить в любые двери. Меня не спрашивали о моих убеждениях и не таились от меня. Благодаря этому я многого наслушался и ко всему привык. Монархисты все же меня удивляли и забавляли отчасти. Все растерявшие, ничего не сохранившие, кроме чванства, снобизма и пустых традиций, никогда не боровшиеся за свое положение, не умевшие его защищать, они были похожи на людей, которые появились в обществе в полных парадных мундирах, со всеми регалиями, но без штанов. Так, по крайней мере, мне казалось. Сначала польское правительство очень гостеприимно принимало заграничных актеров. Приезжал Батистиня, хор Сикстинской капеллы, Морис Шевалье, приезжала даже негритянская оперета, приезжали скрипачи, пианисты, певцы, одно имя чередовалось с другим, и поляки наполняли театры всех этих гастролеров. Я лично приезжал в Польшу раза три-четыре за несколько лет. Более или менее легко получал визу и право работы на два-три месяца. Но постепенно доставать разрешение становилось все труднее. Официальным мотивом отказа было то, что иностранные артисты вывозят деньги за границу. Но настоящие причины были иные. Главное это союз артистов польских, который был против. Он не хотел конкуренции ни моральной, ни материальной. У нас много своих безработных актеров, говорили заправила союза, которым есть нечего, а мы пускаем иностранцев. Меня всегда удивляло это, как будто от того, что польская публика будет лишена возможности послушать Гоффмана или Кубёлика, она бросится на помощь безработным артистам и отдаст им деньги, которые собирались истратить на знаменитости. Это, конечно, был слабый довод. Но и другая причина играла немалую роль. Мы полонизируем наше русское население, а вы его русифицируете, сказал неоткровенно один большой польский сановник. Со своей точки зрения он был прав, конечно. Я только напомнил ему о том, что когда польские актеры приезжали к нам в Россию, мы не боялись, что они полонизируют наше население. Он только рассмеялся. Вы сравнивайте Россию с Польшей. России вообще нечего и некого бояться. И чисто польской любезностью рассыпался в комплиментах мне и моему искусству. Однако визы не дал. В конце моего пребывания в Польше меня вызвали в Министерство иностранных дел, где приходилось брать разрешение. Министр, с которым я был знаком еще по Москве, мой поклонник, в очень деликатной форме дал мне понять, что по независящим от него обстоятельствам он вынужден просить меня на две недели уехать из Польши. Вы можете прожить эти две недели где-нибудь поблизости, в Данциге, например, а потом приезжайте и поите сколько вашей душе угодно. Я был поражен этой странной просьбой и попросил объяснить мне причину. Я не могу дать вам никаких объяснений, уклончиво сказал он. И никто в городе не мог мне этого объяснить. Ничего больше не оставалось, как собрать чемоданы и уехать в Данциг, что я и сделал. Потом все разъяснилось. В Варшаве ждали визита румынского короля. До его приезда из Бухареста прибыл целый штат тайной полиции, чтобы подготовить охрану. Приехавшие сыщики затребовали у полиции списки всех иностранцев, пребывающих в данное время в Польше. Прочтя мое имя, они очевидно указали на меня как на неблагонадежный элемент и, вероятно, попросили меня на время убрать. Таким образом, рука сигуранции еще раз дотянулась до меня. В последний раз я уже не мог добиться визы с правом выступлений, и поэтому, подписав в Германии контракт с польским граммофонным обществом «Сирена», нанапев моих песен для пластинок, я взял визу в Вену через Польшу. Моя транзитная польская виза была действительно только на три дня. За эти дни я успел напеть свои песни, повидаться с друзьями, посмотреть Варшаву и ровно через 72 часа уехать в Вену. Но там я пробыл недолго. Германия. Я приехал в Германию из Польши в 1923 году. Задавленная Версальским договором, загнанная в щель, разбитая, она имела весьма скромный, я бы сказал, даже томный вид. Немцы, что называется, ходили на цыпочках, стараясь не шуметь, как в доме, где только что умер кто-то. Они были грустны и любезны, и растеряны. Со свойственной им медлитностью мышления они все еще не могли целиком осознать своего поражения. Все это было для них слишком неожиданным. Разгром армии, бегство кайзера, а главное, с них сняли форму. Тот, кто не жил в Германии, не знает, что такое для немцев военная форма. Это воздух, которым он дышит. Это смысл его существования. И Гитлер, придя к власти, раньше всех захваченных территорий вернул немцам форму. Этим одним, простым, но точно рассчитанным жестом он завоевал сразу все сердца. В те же времена, о которых я говорю, немцы ходили в штатском, форма была уничтожена. Бравые прусские юнкера, генералы, полковники и майоры, переодетые в штатское, выглядели как простые лавочники. От всего блестящего прежнего вида у них остался один надменный монокль в левом глазу. Воистину это было тяжкое испытание. А тут еще кайзер. Тот кайзер, которому они молились как богу, в духе подчинения и обожания которого они были воспитаны с детства. Демократические правительства вроде Штрезимановского, созданные в силу необходимости, конечно, никого не устраивали. Немцы проливали горькие слезы над портретами Вильгельма, запрятанными подальше от посторонних взглядов. Каждый год в день его рождения миллионы открыток с поздравлениями отсылались в Голландию, в Дорн, и оттуда неизменно присылались обратно открытки с благодарностью за поздравления, напечатанные с одинаковым для всех текстом за его подписью. Немцы были на распутье. Привыкшие повиноваться, тянуться и подчиняться, они, предоставленные самим себе, потерявшие палку над собой, в которую они слепо верили, растерялись до такой степени, что вызывали жалость у некоторых сердобольных людей. Они выглядели как стадо овец, выпущенных из темного хлева прямо на солнце. Этот период оцепенения длился довольно долго. Немцы зализывали раны. За время войны они отвыкли от многого и еще долго продолжали жить по указанному когда-то ранжиру. Они обеднели, обнищали и привыкли к полуголодному существованию. Поэтому обыкновенная скромная жизнь иностранцев казалась безумной роскошью и расточительностью. Волна наших русских эмигрантов, нахлынувшая в Берлин, была первым вестником пробуждения для них. Ферфлюхтер Ауслендер, проклятый иностранец, слышалось на каждом шагу в трамваях, автобусах и магазинах. Злобные взгляды обшаривали вас с головы до ног. Немцы считали иностранцев виновниками своего падения и бессильны шипели от злобы и ненависти к нам. Я помню, как моя квартирная хозяйка написала на меня донос в полицай-президиум за то, что я ежедневно покупал к ужину четверть фунта ветчины. Но постепенно одичавшие за время войны они стали приходить в себя и брать пример с тех же иностранцев, особенно с нас, русских. Огромные немецкие фрау, все эти легендарные куни-гунды и брумгильды, точно сошедшие со стопудовых чугунных памятников, с достоинством носили зеленые юбки, перешитые из старых охотничьих штанов своих повелителей. Их церемонные долговязые белобрысые дочери стыдливо кутались в хилые горжеточки из катцентельца кошачьего меха, который в то время считался большим люксом. Немецкие портные, привыкшие за время войны шить только кавалерийские армейские шинели, одевали своих граждан в костюмы и пальто какого-то невообразимого маршировочного типа. Мой первый берлинский портной Штехбард на Таунсен Штрассе, у которого я заказал синее пальто из самого лучшего материала, шил мне такую долгополую прусскую шинель, что я долго разглядывал себя в зеркало и никак не мог понять, почему ни одна шляпа не подходит к этому пальто. Сомнения мои разъяснились только тогда, когда однажды во время сотой переделки я взял с камина лежавшую на нем стальную немецкую каску и надел на голову. Тут все стало ясно. В зеркале на меня глядел великолепный прусский жандарм. Этот же портной с гордостью показывал мне теплый жилет на собачьем меху, заказанный любящей женой берлинского бургомистра в качестве рождественского подарка своему высокопоставленному мужу. Наши неунывающие русские эмигрантские дамы сразу стали учить немых как одеваться. Понавезя из России чернобурых лисиц, соболей, шаншилий, норок, белок и других мехов, они частью пооткрывали салоны мод, учтя ситуацию, частью просто задавали тон, проживая остатки вывезенных средств. Немки потянулись за ними, а за женщинами потянулись и мужчины. Открылись пути сообщения с Францией, Англией, появились туристы, немцы из грозных львов перестриглись в мирных домашних пуделей. Шаг за шагом внешний казарменно-военный облик жителей Вильгельмовской Германии исчезал, уступая место обычному штатскому облику людей Средней Европы. Я жил тогда в Берлине. Только что закончив длительное турне по Польше, я готовил свое следующее турне по Германии. Русских везде было много, и в Дрездене, и в Данциге, и в Мюнхене, и в Кёнигсберге. Пел я, конечно, только в расчете на русскую публику, и недостатка в ней не имел. На чужбине, соскучившись по всему родному, она была ко мне исключительно внимательна и радушна. Приблизительно в этом же 23-м или 24-м году началась инфляция. Это была жуткая картина послевоенной экономической катастрофа. Немецкая марка катилась вниз с молниеносной быстротой. Настоящий блиц-крах Германии. Удержать ее не могли никакие силы, ни земные и ни небесные. Немцы окончательно растерялись. Началась паника. Массовые самоубийства охватили Германию. Ловкие спекулянты скупали дома целыми кварталами. И немцы как слепые продавали их за ничего не стоящие миллионы, которые через несколько дней оказывались простыми бумажками. Огромные универсальные магазины, такие как КДВ, например, оказывались очищенными от товаров в одно утро, а к вечеру марка падала вниз на сто пунктов. И то, что было продано магазином за сто марок, нельзя было уже купить за тысячу. Пока немецкое сознание переваривало все это, тысячи людей, главным образом иностранцев, конечно, заработали безумные деньги. Один только мой знакомый одесский коммерсант Илья Гепнер, имевший в кармане всего-навсего одну тысячу американских долларов, умудрился купить шесть домов и огромный луна-парк в Берлине. Когда немцы наконец поняли, в чем дело, было уже поздно. Три четверти из них были разорены. Так начались первые годы их послевоенного существования. Берлин был весь покрыт сетью маленьких киосков, напоминавших лимонадные будочки. Из крошечных окошечек видны были только руки. Иногда это были большие, волосатые, иногда сухие, жилистые, часто смуглые. Над будочками красовалась надпись «Вексельштубе». Это были менялки, лавочки, где торговали деньгами. Потные запыхавшиеся люди подлетали к окошечку, хрипло бросали несколько слов, из маленьких и больших чемоданчиков выбрасывали на прилавок целые кучи денег, перевязанных в пачки, и получали в обмен зеленые американские доллары. Или наоборот, разменяв одну десятидолларовую бумажку, получали из окошечка целый чемодан марок. Знаменитый петербургский спекулянт, банкир Дмитрий Рубинштейн говорил мне с отеческой нежностью в голосе, «Хотите посмотреть моего ребенка?» Особенного желания у меня не было, но чтобы не огорчать отца, я согласился. Мы стояли около сквера. «Ваш ребенок здесь?» спросил я, указывая на толпу игравших детей. Рубинштейн снисходительно улыбнулся. «О, нет! Он у меня уже большой. Ему уже семнадцать лет. Это будущий гений, да, чтоб вы знали. Сегодня день его рождения. Я подарил ему это». Он указал рукой на деревянный киоск с надписью «Вексельштубе». Пусть ребенок приучается. У него такие способности. Скоро отца за пояс заткнет. Мы подошли к менялке. Оттуда выглядывало жирное молочно-розовое лицо, напоминавшее свежераспаренный человеческий зад. Пухлые руки с обкусанными ногтями лежали на прилавке. Платоядный чувственный рот снисходительно улыбался. «Уходи, уходи, папаша, ты мне мешаешь работать», строго прикрикнул на отца ребенок. Мы отошли на цыпочках в благоговейном молчании. Еда в Германии необыкновенно тяжелая. Немецкие меню не блещут разнообразие. Главным блюдом в них является свинина. В любых сочетаниях под разными соусами, будь то сосиски, колбасы, окорока, котлеты или просто зажаренная нога, но всегда свинина. Есть еще гусь, но это уже считается роскошью и подается только на Рождество. Рыбы немцы не любят, зато картофель их национальная еда. Его подают ко всякому блюду и в неограниченном количестве. Приезжая в Германию после французской разнообразной и интересной кухни, я положительно ничего не мог есть, кроме сосисок, которые, конечно, немцы делают непревзойденно. Запивается все это неизмеримым количеством пива, которое тоже превосходного качества. У немцев есть Рейн, который дает первые в мире по качеству знаменитые рейнские белые вина, с которыми не могут соперничать даже лучшие вина Франции. Но немцы не любят вина. Они пьют пиво, а вино идет на экспорт. Огромные пивные дворцы в 4-5 этажей, выстроенные во всех концах города, вмещают тысячи посетителей, но не могут вместить всего количество посещающих их. В каждом этаже играет отдельный оркестр. Вся эта публика пьет только пиво. Интересные и мужские уборные при них. Это целые дворцы из кафеля и мрамора с высокими потолками. Все для удобства пивных клиентов. Директор такой уборной, полный достоинства толстый немец, в наглухо застегнутом черном сюртуке и крахмальном воротнике с черным галстуком, встречает вас у двери величественные, как губернатор на дворянском балу. Во рту его неизбежная сигара, но устах играет снисходительная улыбка. Едят немцы много и жирно, напивается тяжело и мрачно. Одно блюдо из их меню, помню, приводило меня прямо в ужас. Это так называемый айсбайн, огромная воловья нога, отваренная в супе, которая подается целиком, как она есть. И я помню, задрожал, впервые увидев, как ее едят. Сперва с ней справляются ножом и вилкой, срезая с нее мясо и жир. Потом эту огромную масалыгу берут в обе руки и начинают обгрызать. Настоящий обед каннибалов. Была, правда, еще одна причина, по которой нас с Мазжухиным тошнило от этого блюда. В то время в Германии только что закончился процесс знаменитого Гартмана, преступника, который совершил целый ряд убийств, оставаясь неуловимым. его жертв не могли даже сыскать. Они исчезали бесследно. Вся полиция Германии была поставлена на ноги. Если не ошибаясь, он был известен под кличкой Дюссельдорфский убийца. В конце концов, его, конечно, нашли. Очень нескоро, правда, за ним был счет в несколько десятков человек. Оказалось, что он заманивал жертву, убивал ее, потом варил, солил и ел. В его доме в подвале нашли бочонки с человеческим мясом, засоленным хозяйственно впрок на всю зиму. Русская миграция не особенно задерживалась в Германии. Во-первых, потому что рядом был Париж, которому издавна влекло русские сердца, а во-вторых, потому что германская валюта была после инфляции стабилизована довольно высоко. За один американский доллар давали только четыре с половиной рентен марки. Жизнь была дорога. Поэтому все стремились во Францию, где жизнь была и дешевле, и легче. Немцы неохотно принимали к себе на работу русских. Они были шовинистически настроены и по отношению к нам не проявляли никакого гостеприимства или симпатии. Иммигранты, имевшие деньги, пооткрывали кафе, салоны, мод и мехов, рестораны. И потихоньку отучали немцев, засидевшихся на военной диете, от маргарина, от эрзацев, от дурного вкуса. Кое-кто из молодежи поступил в германские университеты. Единственным печатным органом иммиграции была кадетская газетка «Руль», редактируемая и издаваемая бывшим членом Государственной Думы Набоковым, в которой, конечно, утешали иммиграцию, ругали большевиков, предсказывая их скорый конец. В газетке печатал свои ядовитые материалы Сергей Яблановский, брыжущий слюной по всякому поводу и без него, помещал стихи сын Набокова, небезызвестный ныне билетрист Сирин. Кроме русских объявлений о борщах, пирожках и пельменях, ничего примечательного в ней не было. Газетка эта вскоре скончалась за отсутствием читателей и писателей. Иногда Берлин баловали своими гастролями Шаляпин, Корсавина или Асаф Мессерер, проездом из СССР, дававшие несколько незабываемых вечеров своих балетных выступлений. В берлинских кафе играли румынские скрипачи нашей питерской выучки. Все эти знаменитые в свое время Ильеско, Гулеско, Ницца Кадолбан, Жорж Буланже и другие. Этим все и ограничивалось. Колония наша была не очень многочисленна. Когда из тумана воспоминаний встает какая-нибудь страна, то она в перспективе лет приобретает всегда какие-то формы и очертания. Так Франция представляется чем-то легким, ажурным, каким-то кружевым, сотканным, причудливым узором исламных имен, которые творили французскую литературу, искусство, науку. Имен людей, поднявших высоко донбиром факел идей, в свете которых свыше столетия жило все прогрессивное человечество. Когда я думаю о Германии, я вижу огромную серую необтесанную глыбу угловатых форм. На этой глыбе меч, острием устремленный на восток, а под ним роковые слова «Немецкий меч добудет землю для немецкого плуга», а под этой глыбой лежат распластанные имена немецких мыслителей. И все же было бы несправедливостью сказать, что все население этой страны разделяло эти захватнические планы относительно России. Некоторые часть населения с большим интересом и даже симпатией следили за стройкой в СССР. Немецкий народ в массе не только не хотел войны с нами, памятуя заветы Бисмарка и прежние уроки, но некоторые более культурные немцы даже хотели учиться на русском опыте. Они охотно вступали в беседы с нами. Вопросы сыпались как из рога изобилия. Причина этому была ясна. Немецкие австрийские инженеры и технические работники, возвращавшиеся из Советской России по окончании своих контрактов, рассказывая о том, какие колоссальные стройки происходят там, невольно сеяли большие симпатии к нашей Родине. Русские, говорили они, хоть, может быть, и большие фантазеры и мечтатели, но не в меньшей мере и энтузиасты, и оптимисты, влюбленные в свою страну, в свои пятилетки. СССР стремится догнать и перегнать Америку. И они беспомощно разводили руками. Что, мол, с этим поделаешь? Коммунистическая партия была довольно значительно представлена в Германии. Я сам помню разрешенную правительством демонстрацию коммунистов, которая шла по Унтерден-Линден в течение двух часов шеренгами по четыре человека в ряд. Но постепенно немцы приходили в себя. На дверях магазинов уже появились объявления, что товар продается по курсу американского доллара в немецкой валюте. Но и здесь немцы не успевали, потому что курс менялся каждые полчаса, и пока вы, нарочно задерживая расплату, топтались у кассы, вычислены магазином марки падали, и товар обходился вам почти даром. Вы посылали разменять 10 долларов, и менялка платил вам за них такую сумму марок, которая делала вашу покупку в 10 раз дешевле того, что высчитывал магазин. Немецкие хозяйки рыдали в жилеты своих квартирантов, умоляя о прибавках. Их слезы трогали сердобольные сердца наших русских эмигрантов. Каюсь, мне их было тоже жаль. Постепенно инфляция замирала. Немцы придумали рейхсмарку. Чем была гарантирована новая валюта, я, откровенно говоря, не знаю. Во всяком случае, легче жить не стало. Немцам в особенности. Квартирные хозяйки еще долгое время жили впроголодь, питаясь своими знаменитыми штули, сухими бутербродами из хлеба, помазанного маргарином. Женщина в немецкой семье вообще играла очень небольшую и строго ограниченную роль. Женщина Германии должна знать три Ка, киндер, кюхе, кирх. То есть детей, кухню и церковь. Диапазон, как видите, небольшой. По воскресеньям по дороге к Тиргартену можно было наблюдать много немецких семейств, направляющихся на прогулку в Анзее или куда-нибудь в другое место. Картина всегда была одна и та же. Шел муж, глава семьи, с огромной и вонючей сигарой во рту, заложив руки в карманы. Впереди него бежали ребятишки, а сзади плелась навьюченная как верблюд жена. На ее плечах был тяжелый рюкзак с провизией, а в руках она несла еще что-нибудь вроде летней палатки. Все это было в порядке вещей. Дома в свободное от работы время немки вязали. Вязали до отупения. Я уже не говорю о различных набрюшниках, напульсниках, митинках, перчатках, носках, шарфах и прочем. Они вязали неисчислимое количество всяких салфеточек, подставочек, колпачков на чайники, кофейники, подстаканники. Вся мебель в любой немецкой квартире была завалена этими вязанными тряпочками. Куда бы вы не сели, куда бы вы не положили руку, везде вы натыкались на квадратики, кружочки, полосочки, вязаные тщательно с затейливыми узорами и разводами. В этом было невероятное мещанство. Вас точно предупреждали осторожнее, не просидите, не капните, не насорите. Даже на зубочистке они вязали гарусные чехольчики. Все это разводило в комнате страшную пыль, как и всякое тряпье, наваленное безмерно. Они вязали подставочки буквально подо все, под бутылки, под рюмки, под подсвечники, под ночные горшки, под пепельницы и под можно было сойти с ума от количества этих вязаных кружочков. Любая из этих вязальщиц хозяек была хуже сыщика. Они шпионили за своими жильцами, как тюремные надзиратели за арестантами. Если у вас в комнате был, например, диван, и вы имели привычку сидеть в его правом углу, то вы находили записку хозяйки, где она просила вас переменить угол и сидеть влевом, чтобы просиживать диван равномерно. Помню, в Данциге у одной хозяйки, у которой я снимал комнату, было такое множество всех этих мелких рукоделий, что в доме не имелось буквально ни одного необвязанного предмета. А самое центральное место занимал огромный красный петух для согревания кофейника связано из гаруса. Больше обвязывать было категорически нечего. Однажды, вернувшись домой, я несказанно удивился, заметив, что моя хозяйка вяжет новый колпак на кофейник, но только еще больших размеров. Фрау Штрумфе вежливо спросил я, зачем же вы вяжете новый колпак, ведь старый еще очень хорошо выглядит, хозяйка удивленно взглянула на меня через очки. Это не колпак, строго сказала она, это бюсгальтер, я чуть не упал в обморок. У одного малоизвестного французского писателя времен после революционных, который писал никому не нужные трагедии, была корзина, в которой он складывал все, что записывал сзади. так как он вращался в самых разнообразных кругах французского общества, то его записи оказались необыкновенно интересными, во всяком случае, много интереснее его трагедии. Его имя Шанфор, так вот, среди этих записей есть такая. Месье Икс по возвращении из Германии сказал, «Я не знаю, на что я был бы менее способен, чем быть немцем». Стать немцем нельзя, им нужно родиться. Есть, например, люди, которые очень легко ассимилируются в любой стране. Разве вам не приходилось встречать, скажем, русского, который долго жил во Франции, и, наблюдая его в непосредственной близости, иногда думать о нем он стал совершенным французом. Или какого-нибудь обрусевшего англичанина, который совершенно ничем не выдавал своего английского происхождения, и вы невольно думали о нем, а он совсем уже стал русским. Так вот, немцам никогда нельзя стать. Эта нация имеет такие, свойственные только ей одной черты характера, которые не могут быть благоприобретены. С ними рождаются, прежде всего, у них в крови дух безропотного подчинения начальству букве закона, каков бы этот закон ни был. Я помню, один европейский дипломат рассказывал мне, что во время немецкой революции, которая вспыхнула после проигранной войны, он жил в Берлине в отеле Адлон. Отель этот выходил окнами в Тиргартен, большой парк-лес в центре города, вроде парижского Булонского леса. Он наблюдал из окон своих апартаментов, как войска, выстроенные в каре посреди аллеи, дали первый залп по толпе бунтовщиков. Немцы дрогнули и побежали. Перед ними расстилались большие пространства газонах, за которыми был лес, где легко можно укрыться от огня. Но немцы побежали в другую сторону, по дорожкам, потому что на газонах стояли надписи «Ферботтен запрещено». Помню, как-то я снимался в Берлине для одного фильма. У меня был годовой контракт с фирмой. Ежедневно в течение года, аккуратно в восемь часов утра, я приезжал на съемку в ателье. Ежедневно я показывал свой пропуск в контрольной будке одному и тому же сторожу, который, естественно, знал меня как облупленного. Однажды я забыл свой пропуск в кармане другого пиджака и приехал без него. Сторож не пустил меня, потому что в конторе висело объявление без пропусков вход запрещен. Опять ферботтен. А меня ждали в ателье режиссер, актеры и пятитысячная толпа статистов, которые получали по пять марок в час. Напрасно я пытался объяснить сторожу, что задержка принесет убыток в несколько тысяч марок. Он был непреклонен. Прошел целый час, пока послали за режиссером, отыскали кого нужно в этом фильмовом городке и, оформив все, принесли новый пропуск. Фирма заплатила за эту задержку 25 тысяч марок. Такова сила преклонения немцев перед параграфом устала. Берлин тяжелый город, как и все немецкие города, впрочем. В его архитектуре есть какая-то страшная мертвая одинаковость. Дома, как фибровые чемоданы. Вывески магазинов написаны одними и теми же шрифтами. Витрины похожи одна на другую, как пара ботинок. Возьмите любую улицу в Берлине, на которой вы живете, ну, допустим, пять-шесть лет, и вот однажды пьяным вас привозят в такси и оставляют совсем на другой улице и в другом конце города. Вам обязательно покажется, что это ваша улица. Если не считать Курфюрстердам, в Берлине все улицы как одна, и памятники тоже. В немецком искусстве мало полета, все представления немца о красоте тесно связаны с удобствами и земными благами. Я убежден, что если ему снится рай, то обязательно в виде деревьев, увешанных гроздями сосисок, и фонтанов, бьющих пивом, спрятанных в прохладные тени деревьев. Исконный германский милитаризм прежде всего отразился на памятниках. Целые аллеи в Тиргартене заставлены памятниками кайзеров и генералов в самых пышных военных позах. В Берлине я не видел ни одного памятника штатскому человеку. Если они и есть, то их не видно. Они растворяются в общем количестве фельдфебельских монументов. Берлин переполнен безвкусными вещами. По чьей-то инициативе был даже создан особый музей безвкусия. В этом музее собрана масса всякого рода скульптуры, живописи и вещей домашнего обихода, которыми немцы украшают свой быт. Я видел этот музей. Это потрясающее зрелище мещанской роскоши, обывательского понятия о красоте и эстетике. Невозможно описать всех этих голых красавиц в виде статуэток, раскрашенных в лилово-желтые тона, всех этих адово-красных мефистофелей и картинок из красивой римской жизни. В каждой обывательской семье вы видели все, что было на выставке. Немецкий вкус тяжел и ужасен. Он во всем. В манере одеваться, обставлять свои дома, в еде, в развлечениях, в юморе. Надо долго жить в Германии, чтобы привыкнуть к этой стране. В конце 1932 года я вновь приехал в Берлин напевать граммофонные пластинки. У меня был контракт с концерном Карл Линштрем для Адеона и Парлофона, который закончился в этом году, и мне предложили его возобновить. Это был момент прихода Гитлера к власти. Весь город увесили огромными полотнищами флагов со свастикой. По улицам непрерывным потоком маршировали процессии молодых людей в новенькой коричневой форме с повязками на руке. Вид у них был самый решительный и заправский военный. Они лихо козыряли друг к другу и, подымая руку, салютовали «Хайль Гитлер!» Обыватели испуганно смотрели на их револьверы и опасливо покачивали головой. «Оружие-то зачем же давать такой молодежи?» недоуменно говорили они полушепотом. Но рассуждать уже было поздно. Молодые люди ходили по улицам, наклеивая плакаты на еврейские магазины и устанавливая патрули около них с призывами не покупать ничего уюда. Они заходили в рестораны и кафе, выбрасывая на улицу мирно сидящих людей. Начиналась паника. Все, кто мог, бросились бежать из Берлина. Билеты на заграничные поезда были моментально раскуплены. Магазины спешно ликвидировались и закрывались. Я приехал с намерением дать несколько обычных своих осенних концертов, но это уже не имело никакого смысла. Приехав на граммофонную фабрику, я застал там нациста с револьвером в кабинете дирекции. Все двенадцать директоров этого огромного концерна уже бежали. Нацист, покачивая ногой в новом лаковом сапоге, презрительно щурясь, заявил мне, что никаких иностранных артистов им не надо, что у них есть достаточно своих, и подозрительно спросил, не еврей ли я случайно. Получив заверение в моем русском происхождении, он успокоился и немного сбавил тон. Вы можете подать в суд, если у вас есть контракт, посоветовал он. Мы заставим этих юде заплатить вам все, что следует. Я поблагодарил его за совет и откланялся. Делать очевидно было нечего. Приблизительно дня через три после моего приезда ко мне в пансион отель пришла несколько странная делегация. Состояла она из трех-четырех дам и такого же количества мужчин. Меня ждали в холле. Фамилии, которые мне назвали при представлении, были явно балтийско-немецкого происхождения. Трое из них оказались баронами, остальные графини и баронессы. К сожалению, фамилии я позабыл. Моя память, на которую я не могу особенно жаловаться, на этот раз мне изменила. Предложив им сесть, я осведомился о причине посещения. дамы начали с комплиментов моему искусству и популярности. Сделав, так сказать, артиллерийскую подготовку, затем началась атака. Слово было дано представителям сильного пола. Один из баронов, протерев очки и тщательно рассматривая свои холенные руки в родовых дворянских кольцах с гербами, осторожно подыскивая слова, стал излагать мне цель визита. Дело оказывается было в том, что, по примеру Национал-Социалистской партии, они решили объединить здесь, в Германии, всех национально мыслящих русских людей, создать что-то вроде союза или русского отдела этой партии. Правительство сочувственно отнеслось к этой идее и уже отвело им целый дом на какой-то штрассе, обещая в дальнейшем субсидировать организацию. Дом шестиэтажный с чудными квартирками, не выдержав, вставила одна из баронесс. Уже утвержден даже проект формы, добавила другая. «Мы будем иметь казачьи фуражки, но только общего коричневого цвета, и такие же, как у всех наций, рубашки, и повязку со знаком свастики на левой руке». Я ничего не понимаю. «Но, простите, чем я могу быть вам полезен?» спросил я. «Немного терпения, сейчас вам все станет ясно». Высокий худой барон закурил сигарету и, пододвинув к себе пепельницу, чуть-чуть улыбаясь, медленно и терпеливо стал объяснять мне. «У нас, понимаете ли, есть некоторые препятствия, то есть, вернее, затруднения в этом направлении. Нам нужно имя, то есть, я хочу сказать, нам нужен человек с именем, который был бы известен всей нашей русской публике, и в то же время репутация которого была бы, так сказать, незапятнана, ну, нейтральной, что ли, пояснил он. Я начал понимать. «И что же у вас в Берлине не нашлось ни одного человека с незапятнанной репутацией?» не выдержав, спросил я. Барон неопределенно развел руками. «Очень трудно найти подходящее лицо», уклончиво ответил он. «Различия взглядов, политическое прошлое, возникают возражения. Ваше имя нас устраивает. Вы, так сказать, достаточно лояльны и из другого мира», поддержал другой барон. «Чего же вы от меня хотите конкретно?» спросил я. Бароны переклянулись. «Мы предлагаем вам возглавить наш союз», твердо сказал один из них. Тут наперебой заговорили дамы. «У вас будет чудная квартирка, мы отведем вам белитаж. Весь этот дом наш. Работы особенно никакой не будет. Просто подписывать несколько бумаг в день и все». «Ну и официальное представительство, так сказать», добавил один из баронов. «Я уже все понял. Они искали дурака, это было ясно. Вот эту честь они и решили предложить мне. Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, я поблагодарил их и встал». Бароны тоже поднялись. «Я советую вам подумать над этим. Это будет для вас и полезно, и приятно в одно и то же время», сказал один из них. Нотка угрозы едва уловимо прозвучала в этих словах. «И это нисколько не помешает вашей артистической деятельности», добавил другой. «Разрешите мне дать вам ответ в пятницу», попросил я. Бароны молча поклонились. После их ухода я упал в кресло и стал хохотать, обдумывая, какой анекдот я сделаю из этого разговора и как я буду его рассказывать моим приятелям в Париже. Потом взял телефонную книгу, позвонил в бюро и заказал себе билет на парижский экспресс. В ту же ночь я покинул Берлин. Франция Собственно говоря, моя Франция это один Париж. Но зато один Париж это вся Франция. Так могу сказать я, прожив в этой прекрасной стране почти десять лет. Я любил Францию искренне, как почти всякий, кто долго жил в ней. Париж покорил всех, покорил и меня. Его нельзя было не любить, так же, как нельзя забыть его и предпочесть ему другой город. Объездив многие города Европы, побывав в Америке и других частях света, я до сих пор не знаю равного ему места на земле. Нигде за границей русские не чувствовали себя так легко и свободно, как именно в Париже. Тут нетрудно было освоиться, найти работу. В этом многомиллионном городе никому не было ровно никакого дела до вашей личной жизни. Когда вам везло, это было замечательно. Это был город, где человеческая личность и ее свобода чтится и уважается. В смысле средств к жизни, к существованию тоже было неплохо. Обессиленная продолжительной войной, Франция нуждалась в мужском труде, ибо война унесла многих ее сынов в могилу. Мужские руки ценились. Десятки тысяч русских эмигрантов работали на заводах Рено, Ситроэна, Пежо и других. Много людей сели на землю и занимались сельским хозяйством и собственным, если были средства, и чужим, если приходилось наниматься. Всего во Франции русских было, вероятно, двести триста. В Париже нас было тысяч восемьдесят. Но мы как-то не мозолили глаза. В этом колоссальном городе мы растворились как капля в море. Через какой-нибудь год мы уже считали себя настоящими парижанами. Мы говорили по-французски, знали все, что творится вокруг нас, всюду работали с французами бок о бок и старались подражать им во многом. Правда, у нас был и свой быть, свои церкви, клубы, библиотеки, театры, были свои рестораны, магазины, дела, делишки. Но это для общения, для взаимной поддержки, чтобы не потеряться в этой стране. В душе же каждый считал себя европейцем и парижанином. Снимали гарсоньеры и мансарды, устраивались по мелко и крупно-буржуазному, ссорились с консьержками, приглашали друг друга не к себе в дом, как на родине, а обязательно в ресторан к прюнье или в кабачки на сене. Ежедневно совершали прогулки по Булонскому лесу с собачками и без собак, пили до 12 дня различные аперитивы. Весь Монмартер кишел русскими. Вся эта публика группировалась около ресторанов и ночных дансингов. Одни служили гарсонами, другие метродотелями, третьи на кухне мыли посуду и так далее. Потом шли танцоры, дансер де л'Амазон или жеголо, по-французски молодые люди, красивые, элегантно одетые, для танцев и развлечений старых американ. Потом артисты, певцы, музыканты, балетные танцоры, исполнители лизгинки, молодые, красавцы, грузины в черкесках, затянутые в рюмочку, потом цыгане, цыганки, цветочницы, зазывалы, швейцары, шоферы. Все это была русская эмиграция, которая жила главным образом за счет иностранцев. Разменяв свои фунты и доллары, иностранцы получали за них кучи франков, и поэтому все им казалось дешево. Отвыкшие у себя на родине от алкоголя, американцы напивались быстро, счета оплачивали неглядя, а иногда и по два раза один и тот же счет, на чай давали щедро, и за ними охотились, как за настоящей дичью. Их передавали из рук в руки. Использовав гостя в своем ресторане, метр дотель посылал его со своим шофером в другой, предварительно условившись по телефону, сколько он будет за это иметь процентов со счета. Их заманивали, переманивали при помощи женщин, перепродавали и просто грабили. на пляс пегаль и каво казаньен смуглый и стройный руфат халилов танцевал лизгинку с кинжалами во рту и эффектно бросая, втыкал их в пол. Летели ассигнации. Каждую крупную бумажку он прикалывал кинжалом к полу. Легко плывя в танцы, чуть раскачиваясь, то бешеное вскрикивая, то замирая на месте, он, стоя на пуантах, вдруг прыгал как тигр и, подлетев к столу, где сидели женщины, пошикарнее и побогаче, втыкал неожиданно свой кинжал в стол между бокалами и бутылками вина. Француженки и англичанки взвизгивали от ужаса перед этим бет-соваж и сразу влюблялись. Уходя, они совали ему в руку тысячу франков и назначали свидание. В каждом кабачке был свой танцор Лизгинги. Но, конечно, не такой, как Халилов. Он действительно танцевал изумительный. Какая-то американка даже возила его в Америку, откуда он, впрочем, скоро вернулся, не сделав карьер. Вдоль стен, по уголкам и диванам, сидели так называемые консуматорши, женщины, с которыми можно потанцевать, если гость пришел без дамы, и пригласить к столу. Тут был другой подход к гостю. Надо делать счет побольше. Большинство из них разыгрывали из себя дам общества, ограбленных революцией, аристократок, княгинь, графинь, баронесс, все потерявших в России, женщин, которые были так богаты, что их уже ничем удивить нельзя. Они принимали деньги и чеки от добросердечных американцев, небрежно и полупрезлительно, безжалостно вытряхивая их карман. Заставляли делать счета хозяину, давать музыкантам, лакеям, танцорам, до тех пор, пока у гостя не кончались деньги, и в чековой книжке не оставался хоть один листок. Мифические кавказские князья, служившие танцорами, рассказывали старухам из Нью-Йорка о своих сказочных владениях на Кавказе и, увлекая их темпераментом и внешностью, как по нотам разыгрывали их. Жили они очень неплохо. Одевались у лучших портных, имели гарсоньеры и шикарные машины и брали крупно, большими чеками сразу. В свободное от работы время кутили очень широко с молодыми мединетками и сорили деньгами. Потом женились на богатых американках, разводились, ссорились, дрались друг с другом. Монташевские лошади брали гран-при на скачках. Туалеты наших буржуазных дам описывались в газетах так же, как и их приемы. Лучшие и самые дорогие кабаки были русские, так же, как и всевозможные салоны мод и антикварные магазины. Наши артистические силы блистали на парижском горизонте, как звезды первой величины. В театре Шанс-Елизе пел сам Шаляпин. В Гранд-Опера танцевал изумительный Сергей Лефарь. В зале Плейель играл божественный Рахманин. А балет Монте-Карло с Леонидом Мясиным, Рябушинской, Бароновой и Тумановой буквально заворожил Париж. Летучая мышь Балиева каждый сезон пленяла парижан своими блестящими постановками. Наши дамы стриглись под скобку а-ля мужик, носили самые фантастические шляпки на макушке. Те, у кого были средства, покупали себе машины и лихо правили сами своими Ситроэнами и Бюгатти, заводя в Булонском лесу автомобильный флирт с преследованиями и знакомствами. Бегали по распродажам, накупали ворохи всякой дешевой и элегантной дряни, делали карьеры, выходили замуж, добирались до самого Голливуда. Вот в это самое время апогея эмиграции в 1925 году после непродолжительного пребывания в Германии я и приехал в Париж. После утомительной долгой войны, потребовавшей сильного и длительного напряжения всех сил страны, люди устали. Войну забыли моментально как дурной сон, как будто никогда и не было сражений на Марне, Увердена, Лувена, разрушенных городов, миллионов убитых. Правда, любопытные американские туристы ездили иногда осматривать поля битв, где сотни тысяч рабочих выкапывали медь, свинец и железо из земли, вспаханной германскими снарядами. Да еще раз в год в день перемирия по Елисейским полям проходила страшная и зловещая процессия уродов и коллег, людей, отдавших Франции свои силы, здоровье и даже свой человеческий облик. Вереницы безногих, безруких, слепых, в детских колясочках или гуськом, держась друг за друга, волоклись по улицам поклониться праху неизвестного солдата, спавшего вечным сном под триумфальной аркой. Страшно кривились трагические маски их изуродованных лиц. Точно вопияк не был. А впереди всех шла организация «Ля Гель Кассе» в грубом переводе «Разбитые морды». Никакая фантазия Гои не могла бы создать более страшные маски. И огромные толпы народа, стоявшие по обеим сторонам широких парижских Хавеню, в ужасе отворачивались от этих призраков войны. Раз в год в пользу этих несчастных устраивали бал в Гранд-Опера. Бал считался одним из самых шикарных. Парижские дамы появлялись в умопомрачительных туалетах. Это были настоящие дуэли женщин, состязания в роскоши, красоте, богатстве, элегантности. И не только между носительницами этих платьев, мехов и бриллиантов, доводящих ум до восторга, но и между их ювелирами, меховщиками, салонами мод, всеми этими вортами, пакенами, поту, молине, проявлявшими чудеса вкуса и выдумки в линиях и фасонах платьев, между ванклиффами, фаберже и другими, придумывавшими для них фасоны браслетов, серег и клипсов. Между кауферами, парфюмерами, сапожниками, целой армией художников, закройщиков, мастеров, работавших дни и ночи на многочисленных фабриках женской красоты. Миллионы, сотни миллионов стоили платья, драгоценности и автомобили, в которых дамы появлялись на балу, чтобы помочь этим несчастным. Сумма сбора со всей этой выставки богатства была меньше, чем любой камень на любой из ее посетительниц. Но приличия были соблюдены, и тени прошлого ужаса снова отодвигались в небытие, предавались забвению. Париж веселился, кипел, бурлил, жил полной жизнью мировой столицы. Из-за океана огромные белые пароходы привозили во Францию сотни тысяч щедрых американцев, до отказа набитых деньгами, которые они заработали на войне. За их доллар давали 25 франков. Они платили весело, не торгуясь, тратили деньги широко и непринужденно, покупали все, что привлекало их внимание. Доходили до того, что, заметив какой-нибудь замок в провинции, какой-нибудь старинный шато 17 или 18 века, покупали его и целиком до последнего камня и дерева перевозили на пароходах к себе в Америку. Элегантные лимузины один за другим летели как пчелы сплошными раями по асфальту парижских улиц. Гигантские вывески сверкали миллионами огней. Огромные кафе, переполненные публикой, разлеглись на широких тротуарах. В этом огромном городе находилось место всем. Кто открывал русские лавочки, кто библиотеки, кто магазины, редкости или русских вышивок. Князь Феликс Юсупов, высокий, худой и стройный, с иконописным лицом византийского письма, красивый и бледный, открыл свой салон мод. Салон назывался Ирфе, по начальным буквам Ир Ирина жена и Фе Феликс. Салон имел успех. Богатые американки, падкие на титулы и сенсации, платили сумасшедшие деньги за его фасоны и модели. Не столько потому, что они были так уж хороши, сколько за право познакомиться с ним, о котором они столько читали в сотнях книг, газет и журналы, с человеком, убившим Распутина. Его жена Ирина, бледная, очень молчаливая и замкнутая, с необыкновенно красивым и строгим лицом, принимала покупательниц. Она никогда не улыбалась, у нее были светло-серые печальные глаза и светлые волосы. Она редко показывалась где-нибудь. Сам же Юсупов очень любил общество и особенно людей искусства. В его доме я встречал и Куприна, и Бунина, и Алданова, и Техи, и весь балет, и всех художников, и многих артистов. Наше знакомство началось с моих концертов и моих песен, которые он очень приятно пел, аккомпанируя сам себе на рояле или гитаре. Когда в Париже появились мои пластинки, он покупал их целыми комплектами, даря их своим друзьям и знакомым. Вернувшись из Румынии, я показал ему в степи Молдаванской. Песня произвела на него большое впечатление. «Мы сидели в его кабачке Мезонет Рюс, который он открыл для своих друзей, чтобы поддержать их материально и пили вино. И вы видели Россию своими глазами так близко?» спрашивал он. И я рассказал ему о Днестре, о церковном звоне, о людях на том берегу. «Мы потеряли Родину», разволновался он. «Она живет без нас, как жила и до нас. Шумят реки, зеленеют леса, цветут поля. И страшно, что для нас она уже непостижима, что мы для нее уже мертвецы тени прошлого. Какие-то забытые имена, полустертые буквы на могильных памятниках? А ведь мы еще живы, мы любим ее, мы тоскуем по ней и не смеем даже взглянуть ей в лицо». «Вам страшно было смотреть на нее?» неожиданно спросил он. Я объяснил ему все, что чувствовал тогда. Он задумался. «Я часто вижу во сне Россию», сказал он. «И вы знаете, милой, если бы можно было совсем тихо и незаметно в простом крестьянском платье пробраться туда и жить где-нибудь в деревне никому неизвестным обыкновенным жителям. Какое это было бы счастье, какая радость». Оркестр заиграл что-то очень громкое, и мы переменили разговор. «Когда в Париже появилась картина путевка в жизнь, русские ходили в кино по нескольку раз и, возвращаясь, пели. Там вдали за рекою сладко пел соловей, а вот я на чужбине и далек от людей». Пели тихо, усевшись в кружок, и на глазах у них часто можно было видеть слезы. Почти у каждого на родине оставались близкие, которые жили там, работали и выдвигались иногда на очень большие посты, и бедняги с гордостью рассказывали о своих братьях и сородичах. Долгое время на парижском светском горизонте блестела звезда великого князя Дмитрия Павловича. Высокий, стройный, сохранивший фигуру спортсмена, он был очень красив. Его роман со знаменитой парижской партнихой Шанель был предметом разговоров во многих светских салонах. Он был очень популярен среди русской колонии, но еще более был популярен в международном обществе. Между прочим, очень характерно, что многие лица из самого высшего аристократического общества были искренними патриотами. Родину они ставили превыше всего. Дмитрий Павлович рассказал однажды случай, происшедший с ним в Англии. Это было на обеде у Юсупова. В период гражданской войны я не был ни белым, ни красным, говорил он. Когда не стало возможности сражаться против немцев в рядах русской армии, я перевелся в армию английскую для отправки на германский фронт. Но мне не повезло. В один прекрасный день бригада, в которой я находился, получила приказ отправиться в Россию. Это началась интервенция. Для меня это был неожиданный и большой удар. Я, русский, в иностранном мундире, должен сражаться против кого? Против своего же народа. Этого моя совесть не могла принять. Ясно, что я предпочел бы умереть, чем дойти до этого. Как офицер я знал, конечно, что значит в военное время не исполнить приказа. Но я твердо решил поступить так, как подсказывали мне долг и честь. Я надел форму и поехал к своему начальнику бригады. Английский генерал выслушал мои доводы и понял мои чувства. Через некоторое время меня откомандировали в другую часть. На этом же обеде зашел разговор о революции. Я был поражен суждениями Дмитрия Павловича. Русская революция не бунт черни, как пытаются презрительно и пошло окрестить ее некоторые пустые и недалекие люди. Русская революция имеет глубокие корни в нашем прошлом и свое оправдание в настоящем. Революция произошла, и она есть действительность. Из этой действительности и следует всегда исходить, когда думаешь о родине. Остальное химера и панихида. Нужно стремиться к тому, чтобы жизнь наша шла национальным путем, свойственным нашему духу, нашей культуре. А прежде и прежде всего надо крепить и создавать армию, чтобы не быть спасенными нашим соседом врагом. Немцы предлагают нам спасение. Очевидно, они имеют в виду спасти нас от Украины и Кавказа. Мы должны твердо знать, что никакие иностранцы, а тем более немцы, нас не спасут, а утопят. Я помню, что его слова настолько тронули и поразили меня, что, придя домой, я записал их. В этот вечер много говорили о родине. Среди гостей был и другой представитель родовых фамилий князь Сергей Аболянский. Россия там, говорил он, сто восемьдесят миллионов трудолюбивых людей, порой в тяжелых условиях, камень за камнем строит новую жизнь, познавая постепенно всю прелесть творческого труда, и через этот труд они больше любят свое, ими самими содеянное. Они любят свою страну, которая дала им жизнь. Поэтому там должна расти и крепнуть осознанная и жертвенная любовь к своей стране. И мы все русские, и здесь тоже, зарубежную Русь выдумали политические скопцы и провинциалы, но настоящая Россия там. Вспоминая теперь эти слова, припоминая этот парижско-русский свет, невольно поражаешься, откуда у таких людей, действительно все потерявших из-за революции, бралась такая справедливая и мудрая оценка событий, такая поистине всепоглощающая любовь к родине, к своему народу. В среде русской молодежи, принадлежавшей к аристократическим кругам, приблизительно в 30-м году, возникло так называемое «младоросское движение». Много личных и семейных драм пришлось пережить его участникам, всем этим бывшим кадетам, лицеистам, пажам, правоведам, юнкерам гвардейских школ, когда они не только осознали свою приверженность родной стране при всех обстоятельствах, но и громко на всю русскую Францию заговорили об этом, на удивление и негодование своим родителям. Князья Аболенские, граф Красинский, сын Кшесинской и великого князя Андрея Владимировича, граф Карузо, Воронцовы Вильяминовы, весь аристократический молодняк, все те сотни сильных и здоровых молодых людей, которые жили в Париже, группировались во главе с великим князем Дмитрием Павловичем вокруг «Младороссской газеты «Бодрость». По содержанию своему газета это оправдывало свое наименование. Она звала молодых людей к труду, внушая им, что надо накапливать силы и знания, чтобы в тот момент, когда они понадобятся родине, быть готовыми послужить ей на пользу. Она учила их познанию своей страны и ее великой истории. В дымке былых мечтаний, причитая о потерянном, поругивая большевиков, бывшие командиры бывших дивизий звали эмиграцию на панихиды и ждали своего черта. «Хоть чертом, но против большевиков», говорили они. Но черт не спешил. Зубры старели, сердились, умирали, недовольно ворча на медлительность вышеупомянутого служителя ада. Какого черта ждали они? Иностранные интервенции немцев? Изменники бодро пестрели заголовки младороссской газеты. Глубокой ненавистью были полны строки ее статей. Настоящим искренним патриотизмом и гневом дышали статьи ее сотрудников, направленной против гитлеровской книги «Моя борьба». С большой убедительностью и довольно зло отчитывали они гитлеровского подголоска воспитанника русского университета Альфреда Розенберга за его нападки на славянство вообще и русский народ особен. Получался бум, скандал в благородном семействе. Яйца стали учить курицу. Молодняк и те, кто был еще молод душой, круто повернули в сторону родной страны. «Петр прорубил окно в Европу не для немцев», говорили они. «Комсомольцы», презрительно шипели старики. А великий князь Дмитрий Павлович на страницах бодрости от имени русского национализма приветствовал Франко-Советский Союз. Совершенно в стороне от этих политических страстей проживал в Париже другой представитель Романовского дома, великий князь Борис Владимирович. В Бельвью за городом у него была небольшая вилла, в которой жила его семья, жена и теща с мужем. Борис Владимирович был женат на сестре одного из моих петербургских приятелей Владимира Рашевского. Особого интереса великий князь собой не представлял. Будучи по натуре человеком ограниченным и серым, он был военным в самом специфическом смысле этого слова. Дмитрий Павлович называл его пехотным штабс-капитаном, и это определение очень подходило к нему. Он жил в мире воспоминаний о своей питерской офицерской жизни, любил говорить о полках, формах, лошадях, парадах, орденах, кантиках, выпушках, петличках, и наизусть знал имена всех командиров полков и даты всех полковых праздников. Кроме того, он любил еще и выпить. Вероятно, от этого пристрастия голос у него был хриплый и лающий. Когда он говорил со мной, я никогда не мог разобрать ни одного слова и всегда просил его жену или Рашевского объяснить мне, что он сказал. Таким голосом разговаривают командиры эскадронов, собравшиеся на плацу во время зимних маневров или парадов. Жил Борис Владимирович довольно тихо, если можно так выразиться, намазывая на горький хлеб изгнания зернистую икру воспоминаний. Единственным его удовольствием были многочисленные приглашения от самых разнообразных людей на обеды, банкеты и завтраки. Париж был наводнен тогда разными дельцами, авантюристами, новоришами и просто богатыми иностранцами. Каждому из них было, конечно, очень лестно заполучить себе на прием настоящего русского гранд-дюка. Борис Владимирович принимал эти приглашения довольно легко и был неразборчив в них. Обыкновенно его усаживали в центре, так сказать, под образа, как почетное лицо, и ставили перед ним бутылку хорошего виски Black Label, которую он любил. Потягивая напиток, он добродушно разглядывал публику и говорил очень мало. Сам он не интересовался ничем и как-то был равнодушен ко всему, но вокруг кипели страсти его семьи, которая всеми силами стремилась использовать его имя и титул для извлечения максимальной пользы из этого. Когда в Дании умерла бывшая вдовствующая императрица Мария Федоровна, Борису Владимировичу досталась часть ее наследства в несколько миллионов франков. Ее знаменитой изумруды Рашевский продавал потом парижскому ювелиру Ван Клифу. Владимир Рашевский довольно красивый и стройный мужчина, очень веселый и жизнерадостный, бывший офицер одного из гвардейских петербургских полков, большой шармер и покоритель сердец, был охотно принимаем в самом высшем парижском свете. Главной целью его семьи было женить его на миллионерши. Вот тут и использовали имя Бориса Владимировича. Падки на титулы американцы не могли устоять против такого шика. Познакомившись с дочерью американского миллионера Штрауса, Рашевский сделал ей предложение в Париже. Его пригласили в Америку вместе с Гранд-Дюком. Семейство отбыло очень торжественно на океанском пароходе. В Америке он был встречен целой армией журналистов и фотографов. Гранд-Дюка снимали во всех видах. Интервью с ним заполняли страницы газет. Шумиху создали огромную. Папаша Штраус не устоял против такого великолепия и согласился на брак. Борис Владимирович вернулся в Европу и зажил прежней жизнью. Через два-три года в Америке был знаменитый крах на бирже, из-за которого папаша Штраус в один день потерял все свое сказочное состояние и умер от волнения. Рашевский остался ни с чем. Все планы его семьи были разрушены. Женился по расчету, а вышло по любви. Печально остыл он в кругу приятелей. Приятели только сочувственно вздыхали. Эволюция в эмиграции началась почти одновременно с началом младоросского движения. Патриотизм, исконно свойственный каждому русскому человеку, как цветок, прибитый ветром и бурей к земле, постепенно стал подниматься и распрямляться в душе каждого, по мере того, как эта буря проходила стороной и, наконец, отошла уже в область воспоминаний. Горела не только молодежь. Почти каждый русский эмигрант испытывал в душе остую потребность как-то привести в порядок свои чувства к родине, уяснить себе, наконец, что же ему делать дальше, как жить вне России и, главное, как относиться к ней. Кое-какие вести о родине стали просачиваться через прессу. Появились книги об СССР, написанные лицами, посетившими ее. Заговорили о том, что Россия строится, страсти закипели. Одни упрямо стояли на позиции непримиримой ненависти к большевизму, и советскому правительству, другие находили какие-то доводы за и искали компромиссных точек зрения. Разбитая и до этого эмиграция разбилась еще на несколько лагерей. Однажды в Париже была объявлена лекция генерала Деникина на тему о настоящих и грядущих путях России. Интерес она вызвала огромный и большой зал ГАВО почти на две с половиной тысячи человек был переполнен. Тут были политические деятели эмиграции буквально всех оттенков, начиная от монархистов и кончая анархистами. Лекция, конечно, никого не удовлетворила. Столб белого движения генерал Деникин не не уяснил себе всего происходящего в России, но бескомпромиссно и безоговорочно отрицал какое бы то ни было иностранное вмешательство в русские дела. «Интервенция это самоубийство», патетически восклицал он. «Ему-то лучше знать», угрюмо заметил стоявший рядом со мной человек. Он на интервенции как на свечке себе бороду спалил. После лекции во время дискуссии из рядов лиц, считавших Россию сплошным концлагерем и могилой русской чести и силы, был задан вопрос. «Кто же не позволит интервентам захватить нашу родину? Кто остановит их? И вот тут глава белого движения, его идейный вождь и вдохновитель, бросил фразу, которая не только облетела весь русский Париж, но и подхваченная мировой прессой произвела огромное впечатление повсюду. Яростно стуча кулаком по столу, сверкая глазами, старый генерал крикнул в толпу «Клим! Клим! не позволит!» Это было имя маршала Советского Союза Климентия Ворошилова. Русские кабаки были разного типа, начиная от обычных ресторанов, где просто кормили хорошо, которые создавались и велись профессионалами, до всякого рода экзотических буатэ донюи, которые открывали просто предприимчивые люди. На улице Камартен большой московский эрмитаж был разрисован боярами и тройками, и кухня изобиловала исключительно русскими блюдами. В программе выступал квартет бояр, пели плевицкая, морфесси, я, иногда цыгане. На Монмартре был знаменитый Казбек, небольшой уютный погребок, владелец которого Трахтенберг, скупив в свое время массу серебра у иммигрантов, расставил его на полках вдоль стен, укрытых коврами. Все эти кубки, стаканы и чаши с русскими орлами выдавались иностранцам за царское серебро, спасенное иммигрантами, хотя половина этого серебра делалась тут же на пигале. Иностранцам очень нравилось пить шампанское из царских кубков. Иногда в виде большого одолжения хозяин продавал гостю такой царский стакан или чашу за баснословную сумму. В Казбеке часто бывал великий князь Борис Владимирович с женой и целой свитой богатых иностранцев, искавших титулованных знакомств. Когда он входил в кабак, все, соблюдая этикет, вставали и ждали, пока он сядет. Предприимчивый хозяин делал на этом бизнес, привлекая публику, желавшую посмотреть на настоящего Гранд-Дюка. Для него даже было сделано что-то вроде царской ложи с балдахином и золотыми кистями. Однажды в Казбеке, где я выступал после часу ночи, отверилась дверь. Было часа три. Мне до ужаса хотелось спать, и я с нетерпением смотрел на стрелку часов. В четыре я имел право ехать домой. Неожиданно в дверях показался белокурый молодой англичанин, немного подвыпивший, веселый и улыбающийся. За ним следом вошли еще двое. Усевшись за столик, они заказали шампанское. Публики в это время уже не было, и англичане оказались единственными гостями. Однако по кабацкому закону каждый гость дарован Богом. Всю артистическую программу нужно было сначала и до конца показывать этому единственному столику. Меня взяла досада. Пропал мой сон, подумал я. Тем не менее, по обязанности я улыбался, отвечая на расспросы белокурого гостя. Говорил он по-французски с ужасным английским акцентом и одет совершенно дико, очевидно, из азарства. На нем был серый свитер и поверх него смокинг. Музыканты старались, гость, по-видимому, богатый, потому что сразу послал оркестру полдюжины бутылок шампанского. Что вам сыграть, сэр? спросил его скрипач румын. Гость задумался. Я хочу одну русскую вещь, нерешительно сказал он. Только я забыл ее название. Там, та-та-там, там. Он стал напевать мелодию. Я прислушался. Это была мелодия моего танго Магнолия. Угадав ее, музыканты стали играть. Мой стол находился рядом с англичанином. Когда до меня дошла очередь выступать, я спел ему эту вещь и еще несколько других. Англичанин заставлял меня бессировать. После выступления, когда я сел на свое место, англичанин окончательно перешел за мой стол и, выражая мне свои восторги, между прочим, сказал, «А знаете, у меня в Лондоне есть одна знакомая русская дама, леди Детеринг. Вы не знаете ее? Так вот, эта дама имеет много пластинок одного русского артиста». И он с ужасающим акцентом произнес мою фамилию, исковерков ее до неузнаваемости. «Так вот она подарила мне эти пластинки», продолжал он, «почему я и просил вас спеть эту вещь?» Я улыбнулся и протянул ему свою визитную карточку, на которой стояла Александр Вертинский. изумлению его не было границ. «Я думал, что вы поете в России», воскликнул он, «я никогда не думал встретить вас в таком месте». Я терпеливо объяснил ему, почему я пою не в России, а в таком месте. Мы разговорились. Прощаясь со мной, англичанин пригласил меня на следующий день обедать в Сирос. В самом фешенебельном ресторане Парижа Сирос к обеду надо было быть во фраке. Ровно в девять часов, как было условлено, я входил в вестибюль ресторана. Метр Дотель Альберт улыбаясь, шел ко мне навстречу. «Вы один, Севертинский?» спросил он. «Нет, я приглашен». «Чей стол?» заглядывая в блокнот поинтересовался он. «Я замялся. Дело в том, что накануне мне было как-то неудобно спросить у англичанина его фамилию». «Мой стол будет у камина», вспомнил я его последние слова. «У камина не может быть», сказал он. «Почему?» «Этот стол резервирован на всю неделю и не дается гостям». В это время мы уже входили в зал. От камина из-за большого стола с цветами, где сидело человек десять каких-то старомодных мужчин и старух в бриллиантовых диадемах, легко выскочил и быстро шел мне навстречу мой белокурый англичанин. На этот раз он был в безукоризненном фраке. Еще издали он улыбался и протягивал мне обе руки. «Ну вот, это же он и есть», сказал я, обернувшись к Альберту. Лицо метродотеля изобразило священный ужас. «А вы знаете, кто это?» с давленным шепотом произнес он. «Нет», откровенно сознался я, «несчастный, да ведь это же принц Уэльский». В Казанове, маленьком, но очень дорогом буате, приютившемся у подножья монмартерского кладбища, был венецианский стиль. Стены были уставлены хрупким венецианским стеклом, светящимися аквариумами, столы тоже светились. Тут подавали бывшие гвардейские офицеры, красивые, стройные, высокие, прекрасно говорившие по-французски и по-английски, затянутые в голубые казакины с золотыми голунами. Зарабатывали они бешено. Меньше пятисот тысячи франков им не оставляли на чай. Это были люди из общества, и дать меньше считалось неприлично. Почти все они приезжали на работу в собственных машинах, имели красивых женщин и вне работы одевались как лорды. Казанову, где я пел, тоже посещали сливки Парижа. И не только Парижа, но и всего мира. Случались вечера, когда за столами сидели Густав Шведский, Альфонс Испанский, Селый Свитой, Принц Уэльский, Король Румынский, Вандербильты, Ротшильды, Морганы. Приезжали и короли экрана Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, Марлен Дитрих, Гретта-Гарбо в синих очках, чтобы ее не узнавали. Место было самое дорогое и самое шикарное. Лучшие оркестры мира играли там, лучшие артисты выступали. Была еще Шехерязада, голубая коробочка в восточном стиле, где бывала та же публика и подавали такие же красавцы. Я пел в этих местах, и мне пришлось познакомиться с королями, магараджами, великими князьями, банкирами, миллионерами, ведеттами. Все они занимались со мной потому, что их интересовала русская песня, русская музыка. В машинах, скользивших по Елисейским полям, сидели нежные избалованные женщины, пахнущие острыми и тонными духами. Из окон выглядывали холенные благополучные собаки каких-то особенных экзотических пород и презрительно щурились на собак, идущих пешком. Над Булонским лесом вставали и потухали зори, и был он весной нежный, светло-серый, с бледно-розовыми оттенками, точно нарисованной пастелью. До двенадцати дня в ресторанах на Порт-Дофин в саду нарядные дамы пили разноцветные аперитивы. Флиртовали, сплетничали, обсуждали новые фасоны платьев, встречались со своими жеголо. По широким утрамбованным аллеям скакали длинные кавалькады женщин и мужчин в самых экстравагантных спортивных костюмах. По дорожкам гуляли те, у кого не было машин, и любовались этой выставкой роскоши и богатства. Но особенно углубляться в лес не рекомендовалось, в особенности женщинам. Из-за кустов вдруг неожиданно выскакивал какой-нибудь маньяк, помешанный на эротической почве. В Париже таких было множество. С горящими возбужденными глазами он творил такие непристойности, что женщины бежали прочь, крича от отвращения и ужасы.